Девушки отдыхают Что правильно делать на протяжении всей жизни, оно же добро, а есть то, чего делать ни в коем случае нельзя, оно же зло. Однако любопытно, что между добром и злом не существует демилитаризованной зоны, никаких полутонов. Ты либо с нами, либо против нас, либо ты на стороне света, либо тьмы, либо ты хороший, либо плохой, либо в ад, либо в рай. И вся человеческая культура в своей основе замешана на этом противостоянии добра и зла. Бог и дьявол, инь и ян, преступник, жертва, крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха и так далее. Одни лишь буддисты сидят в сторонке и такие «Нам Бог». Притом, это противостояние вообще везде. Куда ни плюнь, ты везде найдешь и хороших, и плохих. Везде найдешь тех, кому стоит сопереживать, а кого стоит осуждать. Но самое интересное начинается в тот момент, когда ты взрослеешь, потому что со временем ты начинаешь замечать детали и начинаешь отличать оттенки. Мой любимый пример – это Том и Джерри. Ни у кого же из нас в детстве не возникало вопросов, кто тут хороший, а кто плохой. Ни у кого. Все мы переживали за Джерри, потому что его вот-вот поймает злой кот. Но что-то как-то вот там так или иначе добро всегда побеждало, и Джерри всегда выходил сухим из воды. А сейчас, во взрослом возрасте, ты вдруг натыкаешься на Том и Джерри и такой «Блядь, а Джерри там удак!» И начинаешь сопереживать Тому, потому что кошара выхватывает на каждом шагу почем зря. Ему то петарду под жопу засунут, пока он спит, то наковальню на хвост уронят, то оставят на улице в мороз. И ты такой сразу «Котик, ты ж мой котик, иди ко мне сюда, я тебя пожалею, не то что это мышь ебучая!» Если с детства не смотрели «Том и Джерри», то крайне рекомендую вам после этой документалки посмотреть пару серий. Вам понравится. Или вот вам задачка поинтересней. Вы же у меня тут все любите задачи поинтересней. Посмотрите вот на этого человека. Если я больше ничего не буду про него говорить, то как бы, ну, мужик-мужик, ничего интересного. Единственное, что можно смело утверждать, это то, что это точно мужчина, так как фотография старая и черно-белая. Потому что в то время человечество еще не догадалось, что это может быть оно. Но, вот я вам говорю, что этого мужчину зовут Вернер Магнус Максимилиан Фрайхер фон Браун. И вы такие, ну, допустим. Так-то, конечно, ничего страшного, но чисто по имени. Немного пахнет гнидой. Так, ну, буквально слегка, да? Фрайхер фон Браун. Шпрехен за дойч, сука! А, и вот я вам говорю, что Вернер фон Браун это член НСДАП, она же партия Гитлера, если вы вдруг забыли. А также Вернер фон Браун щеголял званием Штурмбанфюрер СС. Штурмбанфюрер это одно из званий для руководящего состава, ну, там, по уровню иерархии, что-то по типу, там, майора, подполковника, где-то там. А также я скажу вам, что Вернер фон Браун один из главных конструкторов ракетной техники в нацистской Германии. Он спроектировал херову гору ракет для нацистов и отвечал вообще за все реактивное. А самая известная разработка Брауна это ракета Фау-2, первая в мире баллистическая ракета дальнего действия. И, собственно, для всех психически здоровых людей тут надо пояснить. На нормальный язык баллистическая ракета переводится как неуправляемая ракета. То есть вы как из рогатки прицелились и хуячите там куда-то в небо наугад, а оно уже там как упадет, так и упадет. Понятно, что ты там как-то там рассчитал траекторию полета, посунявил палец, померил ветер, это все само собой, но после того, как ракета запущена, ты уже ничего с ней не сделаешь. Ее куда направили, она туда и летит. И в этом-то и была проблема сделать баллистическую ракету дальнего действия, так как чем больше расстояния, тем больше непонятно, куда она там конкретно упадет. Условно, ты выпускаешь ракету в Бельгию, а она падает где-нибудь во Франции. Немецкий фашист, конечно, будет рад и тому и другому, но по Бельгии-то надо как-то попасть. И довольно долгое время никто в мире не мог придумать, как сделать точную и при этом неуправляемую ракету дальнего действия. А фон Браун придумал первым в мире, прошу заметить, и назвал это творение V-2. Итоговый продукт получился малехо-сыроват, да, так как он появился только под конец войны, и у Германии не было ни ресурсов, ни времени, чтобы вот допилить до вменяемого состояния. Но все-таки чуть больше года V-2 полетали. Германия запускала эти ракеты со своей территории, и они долетали и до Бельгии, и до Парижа, и до Лондона. И уносили с собой тысячи ни в чем не повинных людей. Самая известная трагедия с использованием V-2 — это взрыв кинотеатра «Рекс» в Антверпене 16 декабря 1944 года. Антверпен — это второй город по населению Бельгии, ну типа как наш Питер. И в момент попадания ракеты в кинотеатр там находилось более тысячи людей, так как в тот момент там шел показ фильма «Человек с равнины». И фактически это обычный вестерн, ничего интересного. Кроме того, что показ закончился гибелью 567 человек с полным разрушением кинотеатра. И таких бомбардировок были тысячи. Где-то ракеты не долетали до цели, где-то долетали, но немного не туда. Где-то умирали люди, а где-то ракеты просто падали на одинокий дуб в поле. Но факт в том, что ракет были тысячи. Из жертв тоже были тысячи. И все эти ракеты были созданы благодаря Вернеру фон Брауну. И вот даже есть совместные фотки с учений с генералами Вермахта. Вермахт — это войска на сынской Германии, если вы вдруг забыли. А вот еще забавная фотка, где Вернер фон Браун держит макет Фау-2 и такой слегка стесняшка. Мол, а кто это тут такую убойную штуку сделал? Это я сделал, да. Так вот, у меня к вам есть вопрос. Плохой Вернер фон Браун или нет? И справедливым ответом на этот вопрос будет «Ты охуел такое спрашивать, уважаемый? Краска там совсем голову проела? Э, алло! Во-первых, сколько людей этот человек убил? А во-вторых, хорошего человека штурмбанфюрером СС, блядь, не назовут. Поэтому, ну-ка, быстро!» И я полностью с вами согласен. Вообще спорить не буду. Вернер фон Браун — гнида еще та. Ну, дайте мне пару минут. Мне больше не понадобится. Вот я вам показываю другую фотографию, на которой запечатлен человек, который отправил Нила Армстронга на Луну. Отец — основатель всей космической программы США. Человек, который с самого детства мечтал, что полеты в космос возможны. И всю свою жизнь этот человек мечтал однажды туда отправиться. Человек, которого зовут Вернер фон Браун. И это не тезка и не однофамилец. Автор V2 и человек, доставивший Нила Армстронга на Луну — это один и тот же человек. И в том и в другом случае инфоповод просто бомба. После поражения Германии фон Браун сначала попал в плен, посидел там один годик, а потом был тайно вывезен властями в США. Его вместе с командой таких же ученых посадили на военную базу недалеко от Эль-Паса и загрузили работой. Тайно. Широкой общественности никто не говорил, что в США привезли группу нацистских ученых и что они теперь будут работать на США. Потому что нахер вам надо такое знать. И официально нахождение фон Брауна на территории США признали типа лет через 10 после того, как его привезли в страну. И то только в тот момент, когда Браун начал подавать на гражданство. У вас везде была куча официальных бумажек по всем архивным базам и отмазываться было уже очень тупо. Так вот, Браун будет работать до конца жизни на США. И главным его детищем станет вот это. Космический носитель Сатурн-5. Ебических размеров двигатель, который доставит Аполлон-11 на окололунную орбиту и позволит Нилу Армстронгу высадиться на Луну. А все потому, что Вернер фон Браун с самого детства мечтал о космосе. И мечтой его жизни было побывать на Луне. Поэтому он, собственно, и учился на инженера, поэтому он всю жизнь занимался ракетами, и уже ближе к своему 60-летию он все-таки смог осуществить свою мечту. Хоть и для другого человека. И сделать высадку на Луне, в принципе, возможной. И вот снова вопрос. Так он плохой или хороший, а? Вернер фон Браун. Шпрехен за дочь, сука. А если у вас уже в голове есть ответ, то вот вам еще вопрос. А если бы я вам не показал все нацистские приколы фон Брауна, то что тогда? Что если бы я вам просто показал вот этого человека и такой, посмотрите, Вернер фон Браун, отец американской космической программы, всю жизнь, еще с маленьких лет он мечтал полететь в космос и посмотреть на нашу планету из него. А также мечтал, что он когда-нибудь сможет ступить на Луну. Всю жизнь этот человек смотрел на небо, видел там спутник Земли, другие планеты и звезды, и мечтал однажды туда отправиться. Всю свою жизнь этот человек только что и делал, что сидел в лабораториях, чертил, придумывал и испытывал свои наработки. Человек, который положил всю свою жизнь на свою мечту, и у него получилось. Но из-за того, что он родился, малек не вовремя. Технологии еще были слишком отсталыми, и из-за этого он не смог полететь лично. Потому что в тот момент, когда были готовы все космические штуки, Вернеру фон Брауну уже было под 60, и он чисто физически не вывез бы полет в космос. Но мечта превыше всего. Поэтому без разницы, кто конкретно полетит. Вернер хотел сделать полет на Луну в принципе возможным. Поэтому и пусть он будет только стоять в центре управления полетами, а не самостоятельно делать тот самый маленький шаг для человека и огромный для человечества. Пусть он просто будет стоять на земле и плакать от радости. И пусть другой человек исполнит его мечту. Ведь главное, что исполнит. А потом, спустя 8 лет после высадки первого человека на Луну, Вернер фон Браун проиграет сражение с раком поджелудочной железы и уйдет из жизни. Я мог, конечно, немного растянуть эту историю, добавить каких-нибудь дущещипательных фактов про семью, про трудные выборы, про фанатичную работу, музычку такую красивую подложить, и вы такие «О, ты мой милаш, Вернер, что с Браун? Блядь, иди сюда, поднимай!» «Да и хуй с небеса тебе, французами и бригинцами новых нарожают, блядь!» «Мономор, сука, мономор!» А я повторю, вопрос так плохой или хороший? Вот снова две фотографии. Одна с генералами вермахта, другая с Джоном Кеннеди, еще одним общепринятым святошей. На одной фотке слуга дьявола, на другой слуга самого святого президента США. И все это один человек. И все, что я сказал, правда. Вернер фон Браун и автор Фау-2, убивший тысячи людей, и автор двигателя для Аполлон-11, на котором Нил Армстрон долетел до Луны. Можно попробовать ответить что-то в духе, ну, вот когда работал на нацистов, тогда был плохим. Ведь он точно знал, зачем нужны эти ракеты. А когда перешел в космическую программу, стал хорошим. Ведь космическая программа людей не убивает. Не убивает. Логично. Логично. А у меня тогда следующий вопрос. А в какой момент ты переходишь вот эту черту между добром и злом? Где ВД-раздел? Когда фон Браун переехал в США? Ну, допустим. Но тут проблема в том, что в Германии фон Браун работал на военной базе. И в США он работал тоже на военной базе. Отличие только во флагах. А его первый проект для США это, ну, не что-то космическое, а вполне уже понятная нам баллистическая ракета Редстоун. Только в отличие от Фау-2, который летал на несколько сотен километров, Редстоун летал на пять с половиной тысяч километров и был межконтинентальной баллистической ракетой, ради которой, собственно, США и привезли Брауна к себе. И это было то оружие, которого ни у кого не было к тому моменту, так как она могла летать с одного континента на другой. Кстати, угадайте, для какой страны предназначались межконтинентальные ракеты США в 60-х? Ладно, хорошо, можно сказать, что вот пока Браун делал что-то для военки, был так себе человеком, да. Потому что он делал штуки, которые предназначались для уничтожения людей и военных объектов. А вот как космосом занялся, так сразу стал молодцом. Да, соглашусь. Но тут проблемка в том, что Сатурн-5, этот космический двигатель, это эволюция двигателя и технологий Фау-2. И если бы не было ракеты, которой нацисты бомбили соседей, Нилу Арустронгу было бы не на чем лететь. А так хотя бы никто не сомневался, что уж до Франции Нил бы точно добрался. Эта шуточка должна немножко долететь. А если добавить, что вся космическая программа и все полеты в космос это пик противостояния США и Советов в период Холодной войны, и вся космическая программа была нужна только для того, чтобы было удобнее друг на друга кидать ракеты из космоса, то можно в конец запутаться. Так как космос это вообще не мирная история. Да, она вся такая красивая, и вроде бы там за мир во всем мире, но это все военные проекты в первую очередь. Просто с очень красивым пиаром. Так вот, я это все к чему? На этих фотографиях один и тот же человек. На одной демон, на другой герой всей планеты. Ваше отношение к нему зависит только от контекста и от той истории, которую вы увидите, или которую вам покажут, или которую вы захотите увидеть. Детали уже не так важны. Главное изначально выбрать тон, в который можно раскрасить этого человека, а дальше пойти и доказывать всему миру, что вы знаете правду, самую правдивую правду. Притом это правда может заключаться как в том, что это демон и убийца, так и в том, что перед нами святой ученый. Так как человек один и тот же. Хорошо, допустим. А машинки тут при чем, умник ебта? Ты мне объясни, я вот себе тут чипсы нахуя открыл, чтобы думать что ли? Я и без тебя тут башня разноцветная весь день на работе думал. Давай мне тут без этого. Давай мне тут и шутки свои вот эти всратые. Давай вот это все. А знаете, чем отличается BMW-шник от выхлопа? Размером отверстия. И да, согласен. Машинки вроде бы тут ни при чем. Довольно сложно представить, что какой-то автомобиль может быть сущим выродком. Хотя, посмотрите на Prius и задумайтесь хорошенько. Я говно. Я конченое ничтожество. Я никчемная тварь уебищная. Но я, блядь, красив в этом. Этот странный заход нам нужен был только для того, чтобы немножко размять нашу думалку. Ведь хотите вы этого или нет, она нам сегодня все-таки пригодится. Вопросов будет много. И я вполне допускаю, что не на каждой из них мы сегодня сможем найти ответ. И определенно точно вам будет о чем подумать после просмотра этого материала. А также для того, чтобы вы тут меня хорошенечко кайфанули. Сегодня мы с вами обойдемся без заходов и дальнейших спойлеров. Все, что нам надо, уже есть. Сходите за винишком, устройтесь поудобнее. И давайте вместе погружаться в одну из самых запутанных кортавых историй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Стас, это Даня. Ты по-прежнему рассекаешь на своем экспятом? Мы изучили интересы и аудитории Ютуба и теперь другие стандарты. Хочешь займеть их уважение? Пора обновиться до Гелика. Наведи порядок. Ну, привет. Ты же знаешь, что это у Гелика. Где я возьму такие бабки? Я в тебя верю. Придумай что-нибудь. В конце концов, продай свою малышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стас, мои гусеницы не помещаются в эти узкие улочки. Подвезешь? Хе, кто бы сомневался. Ну, что поделать? Садись, конечно. Слушай, я продаю эту тачку. Не хочешь взять? Если мы проехались вместе, это не значит, что я готов ее купить. Давно я тебя здесь не видел. Ну и что, как там твоя Субару? Вот мы узнали, чем ты Ютуб смотришь. Я давно ее продал и счастлив по этому поводу. Точно, точно, да, был такой. Что ж, может тогда возьмешь мою тачку? Я ее продаю, она не битая и по цене адекватная. Возьмешь? Братан, ну все ж нормально было. Че ты начинаешь? А твоя МХ5 уже весь район треплет. Не мучайся, в этом городке у всех свежие автомобили. Я тебя прекрасно понимаю, хочется скорее продать. Выстави ее на Авито, там куча заряженных ребят. Твою малышку заберут только так. А это идея. Могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Стас, я Савита. Заберу твою Х5 сегодня около полицейского гаража. Подъезжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, брат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Стас, это Даня. Ты исправился с задачей? С этого дня помни, продать автомобиль выгодно всегда поможет Авито. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три главных немецких автомобильных бренда. Мерседес, Ауди, БМБ. Когда мы, в принципе, говорим про немецкий тройничок, можно, конечно, подумать о чем-то другом. Да. Но тройник в контексте немецких автомобилей это всегда Ауди, БМВ и Мерседес. Притом забавно, что на весь мир существуют три широко известные автомобильные тройки. Немецкая автомобильная тройка это Ауди, БМВ, Мерседес. Американская автомобильная тройка это Форд, Джемм и Крайслер. И британская автомобильная тройка это Джерми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Немецкая и американская автомобильные тройки производят автомобили, британская ломают. И что еще забавно, что при фразе «автомобильная тройка» никакие японские автопроизводители не всплывают. Хотя это тоже логично, так как для того, чтобы всплыть, нужно сначала утонуть, а у японских машин с этим некоторые проблемы, знаете ли. Как было бы круто, если бы Toyota производила лодки. Были бы самые плавучие лодки на свете. Потому что были бы сделаны из говна. Но, возвращаясь к немецкой «автомобильной тройке». Вопрос. Какой бренд из этих трех Audi BMW Mercedes самый эмоциональный? И правильный ответ, конечно же, BMW. Audi это такой офисный клерк в очочках и в сером костюме. Mercedes это что-то с задранным носом и с таким легким превосходством, знаете ли. А BMW это, блядь, BMW. Можно сколько угодно шутить про BMW-клуб, про вот этих вот, знаете ли, заднеприводных человечков, которые любят мотор подлиннее, чтобы шесть цилиндров в ряд и чтобы долбить в отсечку. Главное только масло вовремя менять. И можно сколько угодно плеваться в их сторону, что они на парковках боком ездят, поворотники не включают и вообще ведут себя как мудаки в детском садике. Но мы же все видим, как эти сволочи прутся от своих автомобилей. Мало какой автомобильный клуб так же сильно любит свои автомобили и свой бренд. И мало кто в принципе может быть равнодушен к BMW. К Audi очень легко быть равнодушным, потому что сами по себе автомобили холодные. Да и нафиг никому не нужные. К Мерседесу тоже, за исключением там нескольких моделей, можно относиться холодно, а к BMW не получится. Ты будешь либо обожать, либо ненавидеть, либо уважать, либо возмущаться, но спокойным. По отношению к BMW ты не будешь никогда. Но, если вы в современном мире полезете искать что-нибудь про историю BMW, то помимо вот этой вот стандартной инфы по типу «Вот так да-то сделали такую-то машину», «Вот так да-то сделали такую-то машину», вы очень быстро наткнетесь на ряд статей и каких-нибудь видосов, которые прям кричат о том, что BMW сделали нацисты. Или пособники нацистов. И вообще там чуть ли не лично сам Гитлер крутил гайки, а сами автомобили создавались исключительно для того, чтобы по утрам давить маленьких детей. Примерно такой тон у всех этих статей. А в современном мире BMW управляют потомки тех самых нацистов, которые прям прямые, сука, наследники. И вообще ни секунды не переживают по поводу, а только богатеют и богатеют. Наверное, громче всех эту историю на российском ютубе рассказывал Ильдар в своем ролике про BMW. А также существует целая ватага видосов с просмотрами поменьше. На Драйве и на Дзене существуют огромные ветки обсуждений, а сколько упоминаний в СМИ это вообще фиксы считаешь. Форбс, Коммерсант, Интерфакс, кто угодно. И тон, и смысл всех посаживая в эту сторону примерно в следующем. Вот есть BMW. Огромное, сука, предприятие. Делает великолепные машины. Да. Зарабатывает много денег. Да. Побеждает в чистой конкуренции с другими брендами. Да. Но управляют всем этим богатством ужасные богатеи, потомки нацистов. У, блядь, осуждаю. Вот. В целом, предыдущая фраза я вам сэкономил примерно пару дней жизни, которые вы потратите, если захотите все это дело изучить, потому что каких-то других мыслей там содержаться не будет. Притом, такого говносрача не существует вокруг Мерседеса, который делал автомобили лично Гитлеру, напоминаю. Не существует вокруг Ауди, которая была сделана благодаря Гитлеру. И даже вокруг Вольсвагена такого нет. Хотя напоминаю, что Вольсваген это то, что сделано Гитлером для Гитлера. А также это завод, на котором делалось оружие для Вермахта. И на который сгоняли военнопленных. Но всем насрать. Все такие, ну, было и было. Смотрите лучше, какой гольф Орликина, милый. А конкретно в БМВ постоянно летит тонна хуев. Хотя, конечно, что еще может лететь в БМВшников, да. Как только поднимается разговор про историю бренда, тут же где-то рядом появляется целая ватага экспертов, вооруженные своими шапочками из фольги, которые начинают свой вой про нацизм. Но самое интересное тут в том, что я знаю, с какой задницы растут эти ноги. В сентябре 2007 года в Германии происходит событие, которое взрывает СМИ по всей планете. Вся немецкая пресса, европейская пресса, британская, американская, даже наши новостные издания начинают судорожно писать и пересказывать документальный фильм, который показали по немецкому телеканалу Das Erste. Das Erste это, ну, типа, как у нас первый канал. Один из главных и самых популярных телеканалов страны. И само собой, если по первому каналу страны показывают документальный фильм, то это точно не какая-нибудь там курсовая студентов журфака, а прям серьезная работа, заслуживающая внимания. И там было на что обратить внимание. Фильм называется «Молчание квандов». И он произвел эффект разорвавшейся бомбы, потому что в нем очень скрупулезно рассказывалось про историю состояния семьи Кванд самой богатой семьи Германии. На момент публикации фильма состояние семьи оценивалось от 20 до 30 миллиардов евро. А их самый главный актив, который приносит им больше всего денег, это такая обычная и неприметная компания, которая называется BMW. Семье принадлежит больше половины всех акций компании. И фактически они в одно рыло управляют компанией и получают огромные дивиденды с этого бизнеса. И вроде бы ничего страшного. Ребята владеют компанией, зарабатывают деньги, да, делают BMW, но что поделать. Можно, конечно, возразить, что производить BMW – это преступление против человечества, и я даже, ну, с чем-то тут согласен. Но пока в этом мире существует Peugeot и Citroёn, BMW можно оставить в покое. Кстати, вы знаете, чем отличается владелец Peugeot от владельца BMW? Размером отверстия. Проблема с огромным состоянием квандов и с тем, что они владеют BMW, в том, что они сколотили свое состояние во времена Второй мировой войны на эксплуатации рабского труда заключенных концлагерей. И документальный фильм «Молчание квандов» подробно об этом рассказывает. С архивными выкладками, с показаниями свидетелей, с комментариями историков и так далее. Фильм рассказывает историю семьи, подсвечивает какие-то яркие факты из их прошлого, а также рассуждает на тему ответственности за те преступления, которые совершили нацисты. Главный герой в фильме по сути два. Первый – это Гюнтер Квант, вот этот человек. И на момент Второй мировой войны он глава семьи и один из самых успешных промышленников страны. Ему принадлежало огромное количество предприятий, которые в основной своей массе работали на военку. Гюнтер поставлял армии одежду, патроны, еду, каски, стрелковое оружие и всякую фигату. Наверное, самый известный бренд из всех, которые были на тот момент у Гюнтера – это Маузер. Пистолеты, винтовки и вот эта вся фигня. А если смотреть на всю его империю в целом, то в какой бы сектор военной экономики ты бы не полез, везде были предприятия Гюнтера Кванда. Но фильм решает сконцентрироваться на одной компании, которая была на тот момент самой большой в империи Гюнтера Кванда. И приносила ему больше всего денег. Продукция этой компании стояла в каждой ракете, в каждом танке, в каждом автомобиле, в подводной лодке, в каждом самолете. Во всей движущейся технике германских войск был компонент, который эксклюзивно поставлял Гюнтер Кван. И этим компонентом были аккумуляторы. А компания, которая их производила, называется Варта. Точнее, в период войны она называлась Афа. Ну типа, Аккумуляторенфабрика Гэ. Но после войны надо было как-то перевесить вывеску, чтобы не напоминать о своих связях с нацистами. Поэтому стали называться Вартой. Но суть от этого не меняется. Компания-то одна и та же. И мы сразу будем называть ее Вартой, просто он так понять не будет. Так вот, заводу Варты, а точнее их преступлением против человечества, посвящена прям добрая половина фильма. Авторы показывают, как Гюнтер Квант служил лично Гитлеру, участвовал в разработке нового вооружения и вообще не считался с тем, сколько там у него людей погибнут на его токсичном производстве. Так как на заводе Варта у них был собственный концлагерь, в котором содержались пленники. Их заставляли работать со свинцом и прочими токсичными штуками без надлежащей защиты. При этом еще и без нормальной еды, с насилием, избиениями, холодом и так далее. Классика концлагера во всей красе, одним словом. А второй герой фильма это человек по имени Карл Адольф Сорозен, бывший заключенный того самого концлагеря Варты, который умудрился в этом аду выжить. Конечно, очень иронично, что узника концлагеря в фильме про военные преступления нацистов зовут Адольф. Ну, блядь. Над узником концлагеря на химическом военном предприятии времен Второй мировой войны даже я шутить не буду. Я, конечно, та еще гнида, но все-таки не настолько. Я же не Адольф какой-нибудь. Без шуток. Видно, насколько Сорозену больно рассказывает о том, что он пережил, будучи заключенным в концлагере. И помимо того, что он рассказывает про те вещи, которые происходили с ним в концлагере, также он рассказывает историю, как он какое-то время назад обратился с просьбой о хоть какой-нибудь компенсации за его лечение. После заключения у Сорозена само собой остались серьезные проблемы со здоровьем. И так как он сам себе не может оплатить лечение, он обратился к наследникам Гюнтера Кванда, к семье Квант, которым достались в наследство все компании дедули. И, естественно, со своей скромной просьбой, что он правильно был послан в хуй, да. И вот, собственно, фильм рассказывает про эту ситуацию и задает один вопрос. Должны ли потомки нести ответственность за преступления своего деда? Или нет? Особенно учитывая тот факт, что им в наследство досталась огромная империя, построенная на костях. А они сейчас распоряжаются ее как хотят и делают вид, что вообще все в порядке. И припеваючи еще и живут. Остальные персонажи, которые присутствуют в кадре, это, по сути, просто обычные люди, которые помогают рассказывать эту историю. Там несколько историков, несколько журналистов, руководители музеев, которые превратили вот тот самый бывший концлагерь. И буквально несколько свидетелей той эпохи. Есть еще один член семьи Квандов и один из бывших руководителей БМВ, но у них буквально пара реплик, и они на историю не сильно влияют. С учетом того, что семья Кванд это самая богатая семья Германии, да и к тому же они никогда с прессой до этого не общались и про них никто ничего не знал, показ фильма просто взорвал медиаполя. Его показали по ТВ всего два раза, но это хватило для того, чтобы поднять всю Германию на уши. Все СМИ, как я уже говорил, писали про этот фильм и задавались вопросом, а сможет ли снова замолчать всю эту историю семья Кванд? И вот, ну, сделать вид, что как будто бы ничего не случилось. Или все-таки им придется признать свое прошлое, публично покаяться, выплатить компенсации пострадавшим и сделать этот мир хоть немного справедливей. И действительно, шумиха поднялась настолько сильная, что семейству Кванд впервые за сто лет своего существования в большом бизнесе пришлось выйти из тени и начать общаться с людьми в духе «эээ, ну, мы сожалеем, конечно, давайте нам пеплом голову посыпем и еще это, подскажите, тут в какую камеру извиняться». Но это все ладушки. К публичному порицанию и посыпанию себя пеплом мы еще вернемся. Тем более, что после концлагерей осталось много пепла. Пока что давайте разберемся вот с чем. Вопросы там про справедливость мира, про добро и зло и всякое вот такое, это, да, это хорошо, да. Но на тот момент, когда я изучал тот фильм и все статьи в прессе, у меня в голове крутилось два вопроса. Первый. Причем тут БМВ? Ну так, по-честному. Первый же кадр в фильме это вот БМВ, величайший концерн, много денег, владеют Кванды, ууу, как несправедливо. А потом весь фильм рассказывают про Варту. БМВ показывают только как символ успеха семьи, мол, вот корпорация, там много денег, ля-ля-ля. А все преступления, вроде бы как, совершались на Варте. И это разные компании. И авторы фильма всю дорогу пытаются натянуть одно на другое, но получается у них откровенно плохо. Хотя я, конечно, соглашусь с тем, что натягивать БМВ это одно удовольствие, да. Соответственно, надо бы как минимум разобраться с тем, каким конкретным образом БМВ попал в руки этой семьи, ведь в фильме этот вопрос никак не раскрывают. И почему его не раскрывают? Там нет ничего интересного? Или наоборот, есть, и оно там, ну, какое-нибудь неудобное? Или нам специально это не показывают? Может быть, у них просто тайминга на телеке не хватило, и пришлось это все дело вырезать? Ведь там, ну, фильм идет всего лишь час, потому что мне документалка. Но справедливости ради, давайте будем честными, мало кто из нас смотрел какой-нибудь немецкий фильм дольше 7 минут. Второй вопрос. Почему появился этот фильм? Почему не появилось молчание семьи Бош, молчание владельцев Мерседес, молчание Хьюго Босс или молчание Байер, например? Почему не существует молчание семьи Лориаль, которые хоть и были вроде как французской компанией, но очень активно работали с нацистами? И рабский труд они тоже использовали с большим удовольствием. Поэтому приглядитесь там внимательно к своей баночке с кремиком. Возможно, она у вас со вкусом расового превосходства. Если взять всю промышленность Германии во Вторую мировую, то вне зависимости от сектора экономики везде были рабы. Они были и в военной промышленности, и в химической, и в сельскохозяйственной, да где угодно. Но документальный фильм сняли только про квандов. Почему? Потому что Гюнтер Квант это второй человек в рейтинге ужасных людей после Гитлера? Или причина в чем-то другом? Короче, абсолютно внезапно стало очень интересно. Что же такого сотворил именно Гюнтер Квант, что спустя 60 с хером лет его историю достали из пыльного чулана и посвятили ему целый час на первом канале страны в прайм-тайм. Да еще и не просто сделали какое-то там интервью с историком или с каким-то разбирающимся человеком, а прям сняли документалку. Прям с красивыми кадрами, с архивом, нашли живых свидетелей, и прям видно, что люди заморочились. Но почему? Естественно, в самом фильме ответов на эти вопросы нет. Поэтому пришлось лезть в какие-то более интересные источники. В 2011 году по следам всей этой шумихи в прессе выходит полноценное историческое исследование нацистского прошлого семьи Квант. И написал эту работу Йоахим Шользутек «Немецкие истории». Он провел несколько лет в закрытых архивах и собрал вот ну прям полную биографию всех членов семейства, начиная еще там с 1701 года. И само собой эту работу прочитало куда меньшее количество людей, чем посмотрело фильм, и оно вполне понятно. Вряд ли кто-то чисто ради своего развлечения полез бы читать ну нудную историческую справку там про родословную каких-то там промышленников. Но мои предпочтения очень специфичны. И раз уж мне захотелось разобраться, почему существует молчание квандов, и че же такого натворил Гюнтер Квант в прошлом, мимо такого исследования я пройти не мог. И там есть кое-что интересное для нас. Стоп, снято. Ребят, переставляемся. Чем еще делаем? Мы сейчас снимаем божественную интеграцию, а ты пока пару минут отдохни мы подготовимся. Окей, ладушки. Тут кто-нибудь есть? Ты что тут делаешь? А ты тут что делаешь? Я первый спросил. Божественную интеграцию в документалку снимаю. Теперь твоя очередь. Да я работаю тут вообще-то. А че за интеграция? Об онлайн-школе Skill Factory. О, так я ж там учился. Я ж это, разработчик. У меня был самый универсальный курс FullStack на Питоне. Теперь могу сам собрать целый проект. Сейчас вот решил сделать сервис для подбора лучших домов в Подмосковье. Погоди, разработчик. Я как раз об этом и хотел рассказать. Так. Ну и что там у тебя на курсе было? Ну, как что? Нас быстро ввели в курс дела, рассказали, кто такие FullStack-разработчики, чем занимаются, выучили базовую теорию и стали делать гору проектов для портфолио и практики. У нас еще были хакатоны с Яндексом и прям настоящие проекты с Интерфаксом, Азоном и Ростелекомом. Прикинь? Вот. Ментры у нас еще крутые были. Всегда рассказывали чего, куда, кого. А проектов мы, да, дофига сделали. Десять штук. Поэтому у меня, как для новичка, было жирное портфолио, еще и дипломы переподготовки. То есть ты закончил обучение и теперь работаешь сам на себя? Ну, почти. После курса SkillFactory, можно сказать, пристроили меня в хорошую компанию с большой командой. С поиском помогли, трудоустроили, сильные стороны мои показали и вот так получилось. Сейчас в компании у нас много разных проектов, загруженность выросла, я даже про повышение заговорил. А пока вот отпуск взял, абстрагировался от всех на пару недель, решил собственным проектом для души заняться. А вы не заметили меня, да? Если бы мы тебя заметили, этого разговора бы не было. А, погоди. Мы же, получается, уже сняли божественную интеграцию. Ну, получается, да. А, ты же блогер. У тебя, наверное, и промокод на скидку есть. Не забудь о нем рассказать. Да, точно. Там в этот раз какие-то прям огромные скидки. А, вот, нашел. Промокод Асафьев. А скидка до 60% и курс английского для айтишников в подарок. Вот ты пес. А у меня английского не было. Ну и ладно, пойду я дальше свои истории рассказывать. Ты и работай тут сколько влезет, только потом свечи эти потуши, а то они на весь дом трещат. Окей, без проблем. Начнем с главного действующего лица. С Гюнтера Квандо. Он родился в 881 году в семье предпринимателя Эмиля Квандо, у которого в тот момент была своя суконная фабрика в городе Притцвольг. Это вот такая залупень между Берлином и Гамбургером, в которой в данный момент проживает там, типа, 12 тысяч человек. Она, например, 19 века, там жило порядка 5000 человек. Короче, очень маленький уездный городок. Фабрика у его отца была тоже не ахти какая. Буквально несколько ткацких станков и несколько человек в штате. Но еще из нашей прошлой документалки про Германию мы с вами помним, что конец 19 века это экономический подъем, плюс войны за объединение страны и куча перспектив, которыми Эмиль Квант успешно и воспользовался. И за несколько лет вырастил самую большую фабрику Притцвольга. Изначально в этом городке было 11 цуконных фабрик. Город, по сути, этим и жил. Но уже в 70-х осталась только одна фабрика Кванта, так как все остальные либо развалились, либо не выдержали конкуренции, либо ушли заниматься чем-то другим. Например, вебкам. Собираю дань за подол. Главное отличие фабрики от всех остальных было в том, что эта фабрика работала всего на одного заказчика. На государство. В 71-м году, в 871-м году был основан имперский морской флот. И вся форма для моряков шилась на фабрике Эмиля Кванда. Эмиль с самого начала хотел работать только с государством. И всю дорогу пробивал для себя исключительно госзаказы. Политика была очень простая. Зачем искать кучу клиентов, когда можно найти одного и спокойно работать? Логично. Логично. А флот надо развивать, на всех моряков надо шить одежду. И за счетом того, что Германия в то время начинала выстраивать свою военную машину, формы требовалось много. Очень много. И вот в этот момент у Эмиля рождается Гюнтер Квант. Ну, рожает-то жена, понятно, да. Но Эмиль Квант точно поучаствовал в этом процессе. Возможно, даже пару раз. Раз уж Гюнтер стал первенцем и старшим сыном, всем было очевидно, что через какое-то время ему придется рулить всем этим колхозом-совхозом. Поэтому его прям с раннего детства готовили к тому, что он станет управленцем. А паренек-то не особо и сопротивлялся. Он учил английский, французский, так как это были языки торговых империй на тот момент. Учил арифметику, бухгалтерское дело и вообще все, что ему могло в целом в теории потом когда-нибудь там пригодиться. При этом это был тот редкий случай, когда желания родителей и желания ребенка полностью совпадали. Часто же вот как бывает, родители хотят, чтобы ты, допустим, стал там, ну, уверенным юристом и уважаемым человеком, а ты до дрожи в коленях любишь гусеницу. И начинается. Батя орет, что ты пойдешь на юриста любой ценой, ты орешь, что гусеницу это мой мир. Батя продолжает орать, что он тебе этих гусениц в жопу затолкает, а ты делаешь вид, как будто ты этого никогда не делал. С Гюнтером таких приколов вообще не было. Ну, про гусениц я не уверен, конечно, но конфликта по профессии точно не существовало. Отец ему говорил, что ты будешь управленцем, а Гюнтер такой «А-а, я буду лучшим в мире управленцем». Мелкий с детства рос карьеристом. Еще с подросткового возраста всем вокруг было очевидно, что это будет человек с железной бизнесовой хваткой. И так оно и получилось. Примерно в 20 лет он становится полноценным управляющим на одной из фабрик отца. А через несколько лет начинает управлять всем колхозом. Он закупает новое оборудование, чистит кадры, повышает эффективность и делает еще 400 разных менеджерских скучных штук. Нам не особо важно, что он там конкретно делал со своими фабриками. Нам важно кое-что другое. Как только Гюнтер начал руководить предприятиями, моментально стало понятно, что по сравнению со своим отцом Гюнтер Квант сделан совершенно из другого теста. В своем дневнике Гюнтер писал про своего отца, что, цитата, «он мыслил, как крестьянин или рабочий старого поколения. Мол, никаких станков, кредит, никаких долгов перед поставщиками, вот только то, что ты вот заработал, а вот на это вот мы все и покупаем и потихоньку развиваемся». А Гюнтер мыслил совершенно по-другому. Он понимал, что если ты хочешь больших результатов, то надо играть по-крупному и не стесняться идти по головам, если это потребуется. Например, у твоего конкурента есть основной клиент. Вот, кто-то один, кто заказывает большой объем продукции на регулярной основе. И это значит, что можно с этим клиентом познакомиться там, поухаживать за ним, дать скидос и увезти к себе. А потом, через какое-то время, выкупаешь обанкротившегося конкурента за копейки, так как тот останется без заказов. И как только появлялась такая возможность, Гюнтер уже стоял и мило беседовал с этим клиентом. Притом, самое забавное, что после того, как конкурент обанкротится, клиент вместо скидки получал завышенный ценник. И ему приходилось его оплачивать, так как, а все, а конкуренту-то уже не вернешься. Там уже тоже сидит милый Гюнтер. И приходится платить за свою недальновидность. Или вот живет какой-нибудь, ну, холостой владелец большой фабрики. Живет себе, не отсвечивает, никого не трогает, не Гюнтер такой. А это ты что-то тут спокойненько живешь? Сейчас мы ему эту сестру замуж затолкаем, а они там хлеб да соль, а мы получим себе кусочек влияния на его предприятие. Ведь родственные связи, они что? Крепкие, верно? Да. А значит, у нас ценой целой сестры появляется прочный союзник, который потом нас поддержит в трудный момент, если что. Пожалуйста, вот брачный контракт. Гюнтер уже все продумал. И так далее со всеми остановками. Вся деятельность Гюнтера была направлена только лишь на то, чтобы поджимать под свое влияние как можно большее количество предприятий. Абсолютно насрать большую кучу какими методами. Главное, это расширение империи. И если его отец за всю свою жизнь смог построить всего лишь несколько фабрик, то Гюнтер за 10 лет подобных игрищ смог из обычного руководителя стать одним из самых влиятельных людей в суконной индустрии Германии. Притом, так делал не только Гюнтер. Практически везде создавались монополии на ровном месте. Собирались важные ребята, которые занимались одним и тем же и пытались склеиться в один большой концерн. Собирались все металлурги и объединялись в одну большую металлургическую херовину. В одну кучу собирались все строители, все шахтеры и бла-бла-бла. Суть очень простая. Если ты создаешь монополию, то ты можешь как угодно задирать ценник и зарабатывать большую прибыль, просто потому что, ну, у тебя не будет конкурентов, клиентам некуда будет идти. И сейчас монополии незаконны, у нас есть отдельное антимонопольное законодательство, а тогда никто ничего плохого в монополиях не видел. Вот и объединялись все, кому не лень. Само собой, текстильщики тоже в какой-то момент задумались о своей собственной монополии. И угадайте, кто сумел забороть всех конкурентов в подковерной борьбе? И по итогу, естественно, встал у руководства всех суконных предприятий страны наш пранэрогентр, да. Точные манипуляции по захвату отрасли нам тут вообще не важны. Можно насрать большую кучу. Самое главное, что они были абсолютно законными. Так как на тот момент закон такого не запрещал. А если у тебя не хватало интеллекта или смелости, чтобы создать свою собственную монополию, то извини, бизнес он такой. Либо ты, либо тебя. Таким образом, к Первой мировой промышленник уже подходит королем мира. Его семья уже богата, у них уже огромные личные поместья и практически вся суконная промышленность страны в руках. А на его предприятиях работает более двух тысяч человек. А для 1910 года две тысячи человек в штате это ну вау, это много. Особенно с учетом того, что для отказских станков нужно не так уж много людей. У тебя три тетки могут совершенно спокойно наблюдать за целым цехом. И для таких предприятий штат в две тысячи человек это ну ёптери куку как много. Можно, конечно, похихикать, что это 1910 год, что женщины это еще не совсем люди по тем временам, поэтому людей у кванта работало еще меньше. Но мы туда не полезем. Вот. Вообще, я не рекомендую вам лезть в женщину 1910 года рождения. Не стоит так пугать сторожа на кладбище. Так вот, у нас условные десятые года. Квант рулит почти всей суконной промышленностью страны. И тут у нас кто там? Первая мировая. Гюнтер и так главный подрядчик государства по пошиву всего и вся. А тут у тебя появляется потребность шить военную форму чуть ли не на каждого жителя страны. И естественно, Гюнтер этим с удовольствием занялся. Но нам надо тут слегка притормозить на пару секунд и кое-что прояснить. В таком коротком пересказе это все может выглядеть как очень легкая прогулка из грязи в князи. Мол, чувачок быстренько присосался к госбюджету и начал осваивать бабки. Но это не так. Начиная с 15 лет, с первого же дня, как Гюнтер оказался на фабрике своего отца и чуть ли не до последнего дня своей жизни, он работал с утра до ночи, а вечерами крутил разные схемы, где кому там как руку пожать, кому денег занести, кому что пообещать и кому нужно улыбнуться, чтобы поднять под себя еще большее количество бизнесов и влияние. По словам всех членов семьи, Гюнтер всегда был на работе. Если поездка, то только рабочая. Если какой-то праздник, то нужно обязательно пригласить всяких важных ребят и провести с ними переговоры в неформальной обстановке. Ни дети, ни жена никогда не видели главу семьи, потому что он все время был где-то, как правило, на работе. Если одним словом, то Гюнтер это прям классический фанатик-трудоголик с непомерным желанием расширять свою империю. Как и все остальные великие промышленники и предприниматели того времени, что Генри Форд, что Джо Дракфеллер, что семья Тойода, что Уолтвард Дисней, что Перси Крайслер, что Гюнтер Фанд, они все такие. Все работали с утра до ночи только лишь для того, чтобы выстроить свою собственную империю, потому что тогда была такая возможность. Но что еще важно, все обязательства по всем заказам выполнялись в должном объеме, с необходимым качеством и в срок. Всегда и без исключений. В военное время ты попробуй не выполнять госзаказ на военную амуницию. Тебе очень быстро штык к мягенькой булочке подведут. Если бы Гюнтер не выполнял свои обязательства перед государством, его бы очень быстро выкинули на улицу. Или вообще посадили бы. Поэтому фабрики Кванда были образцом эффективности и всегда были оборудованы по последнему слову техники. Там работали лучшие люди с лучшим оборудованием, а до готовой продукции было вообще не докопаться. И это все к тому, что Гюнтер занимал свое место по праву. Если кто-то и мог справиться со всей текстильной промышленностью страны в военное время, то только Гюнтер. Всю Первую мировую фабрики Гюнтера работали 24 на 7. Вся военная форма для всей армии Германии проходила через его предприятия, зарабатывая огромный капитал. Притом Гюнтер не просто сидел на деньгах, а тут же вкладывал все бабки обратно в свои предприятия, наращивая свои мощности. Но еще в середине войны стало понятно, что как бы ну вне зависимости от выигрыша или проигрыша, вне зависимости от того, чем вообще закончится вот эта вот резня на поле боя, зарабатывать такие же деньги в текстильной промышленности уже не получится. Рано или поздно такой объем военной формы уже не потребуется и нужно будет ну что-то как-то искать достойную замену. Опять же, из нашей предыдущей документалки про Германию мы с вами помним, что после поражения в войне страну ждала гиперинфляция и полное обесценивание денег. Поэтому просто так сидеть на куче денег было подобно самоубийству. Потому что твой капитал мог превратиться в несколько грузовиков никому не нужной бумаги в один день. И Гюнтер это понимал. И вот ситуация. Во-первых, твоя индустрия скоро сдуется. Во-вторых, сидеть на деньгах нельзя. Так можно потерять весь свой капитал. Что делать будем? Вкладываться в другие перспективные компании. Да, кризис это не только боль, страдания, бедность, но и огромные возможности, если ты знаешь, что надо делать. А у Гюнтера было все необходимое. Он очень хорошо разбирался в бизнесе. Он хорошо знал все главные компании страны. Очень пристально следил за биржей. И у него была тьма знакомых во всех нужных местах. У него была информация. И самое главное, он не боялся рисковать. Поэтому, когда страна проиграла войну, настало его время. Как только было объявлено, что Германия проиграла в войне, биржа полетела в ад. Но несмотря на хаос, был очень короткий отрезок, когда акции упали на пол, а валюта еще не обесценилась. И Гюнтер идеально попал в это окошко. Ща будет немного душновато, так как я буду объяснять там суть финансовых махинаций Гюнтера. Но не ссать. Во-первых, пальцы вот они. Сейчас на них тут все быстренько раскидаем. Во-вторых, вот вам шутейка перед душной частью. Чем отличается католический священник от ребенка? У священника размер отверстия меньше. Так вот, акции. Хотя есть ощущение, что после шутки с мальчиком вам хотелось бы немножко подышать. Мальчику бы тоже не мешало подышать. Да. Да, я понимаю, что шутки так себе, да. Но зато вам уже не душно. Скорее всего, немного стыдно за такие шутки. Но главное, что не душно. В материале про насыстов и концлагеря свежий воздух нам точно не помешает. Смотрите, все очень просто. Как только цены на акции обрушились, Гюнтер выбрал несколько компаний, которые казались ему наиболее перспективными и через подставных лиц, и через подставные компании, под видом банков и всяких левых людей, начал из-под полы скупать акции. Самыми интересными компаниями для Гюнтера было огромное предприятие по добыче калия, потому что калийная промышленность была одна из самых главных отраслей в Германии на тот момент. Вторая компания это производитель синтетической шерсти, так как казкий бизнес никуда не девался, и если можно подмять под себя еще и поставщиков, надо подминать. И третья, самая важная компания, это аккумуляторный завод, который так и назывался Аккумуляторенфабрик АГ. Сокращенно АФА, она же будущая варха. И по итогу своих манипуляций через подставные лица у Гюнтера получилось завладеть всеми дремя. Вопрос. Нафига что-то мутить с какими-то там подставными лицами, если можно пойти и купить компанию в лоб? Ты приходишь к владельцам бизнеса, как белый человек. В случае с немцами эта фраза вдвойне смешнее. Достаешь котлету денег. Точнее, в случае с большими компаниями достаешь несколько самосвалов денег. Платишь бабки за компанию, жмешь всем руки. Все довольны. Можно же так сделать? Можно. Ну нафиг, никому не нужно. И сейчас объясню. Когда у тебя огромное предприятие, у которого существуют акции и там всякая такая фигота, есть какой-то список людей и компаний, которые этими акциями владеют. А любая акция это прямой эквивалент доли в компании. То есть, если у компании существует всего 100 акций, то одна акция это доля в 1% от всей компании. Если у тебя 30 таких акций по 1%, то ты владеешь долей в 30% от всей компании. Ну вот вопрос. Как управлять компанией, у которой, например, 100 владельцев акций и у каждого из них ровно по 1%? Вроде бы получается, что все равны, у всех одинаковое право голоса, но у каждого акционера будет какое-то там свое видение будущего компании, у него будут какие-то свои представления, ценности, задачи, бла-бла-бла. Если слушать, блядь, каждого человека, что он там себе думает, ты ничего решить не сможешь. Ты просто будешь наблюдать за вечным говносрачем. Поэтому все решается банальным большинством. Собирается совет директоров или совет акционеров и просто выносят всякие штуки на голосование. И если большинство акционеров за, то решение принимается. Если большинство против, то оно не принимается. Все. Все довольно просто. Например, сидит толпа акционеров, выходит в ведущий собрание и такой «Граждане собравшиеся, сегодня мы с вами обсуждаем следующий корпоративный вопрос. Это годная Милфа или нет?» И если большинство акционеров за, то совет акционеров поставляет, что да, Милфа действительно годная. И если большинство против, значит Милфа не обравдала ожиданий совет акционеров. А? Какие аналогии-то? Только на этом автомобильном канале вам будут объяснять менеджмент через порнуху. А у вас там еще сидит пара миллионов с довольными лицами и такие «Да, кайф». Притом, очень важно, что большинство в совете считается не количеством людей, а количеством акций. Например, если сидят два чувака с пакетами по 30% акций, то есть у них на двоих суммарно 60% всей компании, а оставшимися 40% владеет еще тысяча акционеров, всем абсолютно насрать, что там эта тысяча думает. Потому что все, что нужно для управления компанией, это чтобы вот эти два жирных чувака между собой договорились, и все, большинство обеспечено. А остальную мелочь можно вообще не брать в расчет, так как похер. И в этом и зарыта собака. Если ты, как человек с большими деньгами, приходишь в какую-то компанию и говоришь «Хочу купить тут!» «Тебя, и тебя, и тебя, и тебя!» «Тебя!» То тебя либо просто в жопу пошлют, потому что не захотят тебе отдавать бизнес, либо такой конский ценник зарядят, что это просто будет невыгодно. Просто так, на ровном месте, за справедливую цену тебе никто ничего не продаст. Так, такая корова нужна самому. Если бизнес рабочий, его никто никогда просто так не продает. За тройную цену, «Пожалуйте, покупайте!» А за справедливую мы тут и сами посидим, идите в жопу. Но, если ты начинаешь потихонечку, через левых людей, через левые компании скупать маленькие пакетики, этого могут не заметить. И все могут проморгать тот факт, что на самом деле все эти маленькие пакетики скупает один и тот же человек. А в тот момент, когда биржа летит в ад, мелкие акционеры всегда начинают что-то суетиться, всегда пытаются что-то распродать, а Гюнтер тут как тут. Точнее не Гюнтер Кван, а Вася Пупкин, ИП Акопян, ИП Джон Смит, ОО «Радуга и Ромашка» и так далее. А после того, как ты такой партизанской деятельностью насобирал большинство, ты приходишь на совет директоров, кладешь яйца на стол и говоришь, что ты теперь тот главный. Вот мой пакет в 51% и вы тут теперь все слушаетесь меня. Ты бежишь за кофе, ты отсасываешь, ты чешешь мне за ушком. И когда такое происходит с твоей компанией, тебе остается только надеяться, чтобы ты побежал за кофе. Ну, я бы точно выбрал сбегать за кофе. Надо же рот-то чем-то прополоскать. Такая теневая схема. Мало того, что тебе дает больше шансов собрать контрольный пакет, так ты это еще и сделаешь задешево. Тебе не нужно выкупать всю компанию, тебе не нужно ввести торги в публичном поле. Цена на акции не поскочит после того, как выйдет заголовок, а великий промышленник хочет купить тут нахер все. Ты, пользуясь паникой на рынке с большим дисконтом, скупаешь за копейки кучу маленьких пакетов и получаешь в свое распоряжение всю компанию. А имея на руках пакет в 51% акции, а то и больше, выдавить из компаний всех оставшихся акционеров и заставить их продать тебе их акции – дело техники. Притом все абсолютно законно. Мелкие акционеры же сами все продали. Сами никто дуло пистолета и рядом с ними не держал. А то, что акционеры компании в целом проморгали, что они теряют управление компанией, так это они их проблемы, они сами дураки. И Гюнтер Квант был мастером таких игрищ. И ровно такими методами в период паники на бирже он заполучает себе самую большую компанию под добычей калия в стране, производителя шерсти, производителя аккумуляторов и еще пару сотен маленьких компаний, о которых даже нет смысла говорить, но они нам просто неинтересны. Надо сказать, что, естественно, Гюнтер был далеко не единственным таким персонажем. Был еще Петер Клекнер, который таким же макаром подмял под себя половину металлообрабатывающей промышленности Германии. А также был Хуго Штинис, который забрал почти все остальное в металлургии, а совокупно на пике своей империи он владел акциями более четырех тысяч компаний. Также был Фридерих Флик, который завладел почти всей горнодобывающей промышленностью, да и так далее. Их там было много. Гюнтер был далеко не единственный и далеко не самый успешный. Уникального на тот момент он не сделал. Но тем не менее, таким макаром в послевоенное время Гюнтер владеет уже целой империей. И у него вообще все в порядке по жизни. Но энергию куда-то девать надо? Надо. Поэтому основной свой фокус внимания он решает сосредоточить на аккумуляторной фабрике Афа. Так как в начале 20 века все стремительно развивалось, там типа электричество, всему миру нужны аккумуляторы, там всякое такое. Для всего транспорта, для поездов, для авиации, для производства, подстанции, пофиг, для всего. И перспективы у рынка были просто огромные. Он ездит по разным странам, заключает контракты, развивает производство, наращивает свои мощности. И помимо, собственно, того, что Гюнтер поставлял аккумуляторы для всех подстанций Германии и для всех железных дорог Германии, он еще поставлял свою продукцию в Финляндию, в Эстонию, Швецию, Венгрию, Бразилию, Японию, Шанхай, Южную Африку, Каирс, по всему миру. И к 30-м годам Афа производила 80% всех аккумуляторов, произведенных в Германии. Плюс, надо понимать, что принцип «вкладывай деньги в бизнес» никуда не делся. Когда экономика страны пошла на поправку и акции всех компаний полетели вверх, был один сектор промышленности, который остался валяться на полу. Это была военка. В Германии было запрещено производить оружие. Плюс, им можно было содержать только мизерное войско. Поэтому все военные предприятия тут постояли в пыли и стоили, как пачка сигарет. Но Гюнтер понимал, что рано или поздно предприятия снова оживут, так как большое государство не может вечно существовать без армии. И тоже начал их скупать. Доходы всех компаний «Кланда» были просто сумасшедшие, так как экономика Германии росла в 20-х и в 30-х. Поэтому он с легкостью мог себе позволить купить какое-то количество заводов, которые просто пусть стоят до лучших времен. Все станки по производству оружия, все предприятия по производству снарядов, пуль, бомб, что угодно, все, до чего мог дотянуться Квант, все скупалось. И как мы можем с вами догадаться, ставка сыграла, так как в 33-м к власти приходит Гитлер. А это значит, что новая война не за горами. История о том, как мы с Даней снимали эту документалку. Вернемся на месяц назад. 14 марта мы приехали на съемочную площадку, и у нас все было схвачено. Угу, реквизит. Да, отдельный рацион без грибов для оператора есть, ящик Red Bull есть, глазированные сырки есть. Ну, похоже, все в этот раз точно пройдет гладко. Кхе-кхе. Что такое? Бля... Парни, я, конечно, очень рад ящику Red Bull, но монтировать-то мне на чем? Да, надеяться, что все пройдет гладко, было глупо. Угу. А вы ребятам из BigGeek не хотите написать? Думаю, что они быстро привезут там все, что вам нужно. Я думаю, что если уж пишем BigGeek, то пора исполнить нашу общую мечту. Мощный, великолепный и дорогущий MaxStudio. Вообще, если честно, Я думал, что его сейчас никак не достать Но кажется, только беги к этим и справиться Как же хорошо, когда есть такой магазин Они ведь даже не пытались мне втюхать то, что нам не нужно Вежливо услышали, уточнили детали И просто заказали Ну просто сказочно селось, вот бы все так работали Э, приехали, выходите нахуй Приветик, чай, кофе, конфетки, лимонадик Слушай, у вас тут так приятно Но мы, если честно, очень спешим монтировать документалку Как там наш маг? Понял, принял Ваш маг уже приехал, вот он Смотри, нужно будет включить здесь, подключить тут А подробную инструкцию я тебе сейчас скину, окей? Мои швы хорошие Да, собственно, все так и было Когда Даня с магом приехал в офис, работа встала, конечно Да и вообще у нас у всех все встало, если честно Мы тупо смотрели на эту коробку и восхищались Но потом вспомнили о дедленах и начали ебашить Андрей в монтажке работал днями и ночами Я честно уговаривал его уехать домой спать Но разве можно отрываться от нового мага? Но однажды он все-таки оторвался Просто решил, что ему в офис, ну, очень нужен галактический исследователь из Лего Хорошо, что менеджеры в Биг Гике помнят всех клиентов Нас уже даже не спрашивают Просто присылают ровно то, что нужно Даже если это редкий набор Лего Странно, что меня тогда там не было Я бы тоже пособирал Так хочешь, закажем сейчас еще набор Документалку-то благодаря Биг Гику мы смонтировали и уже релизнули Зрители ее прямо вот сейчас и смотрят Ну, давай Ага, окей, я уже заказываю Ты давай там пока скажи то, что ты обычно говоришь Заказывайте технику, гаджеты для дома, аксессуары и другие диковинные штуки Типа фена Дайсон на сайте biggeek.ru Ссылка на сайт будет в описании А также пользуйтесь моим промокодом ASAFIR Он даст вам приятную скидку Да, и приходите в наш шоурум С нами у вас все пройдет гладко Итак, что мы с вами имеем на данный момент? Мы где-то в 30-х годах Вторая мировая еще не началась А Гитлер только что пришел к власти Но мы уже с вами можем сделать вывод Что как минимум один из постулатов фильма «Молчание квандов» Слегка не точен И если сжать всю документалку «Молчание квандов» До нескольких предложений То суть будет такая Первое Гюнтер Кванд все свое состояние заработал Благодаря сотрудничеству с нацистским режимом Второе Все деньги были получены за счет эксплуатации Рабского труда В концлагерях при производстве И в качестве примера нам приводят Аккумуляторную фабрику Третье Гюнтер Кванд не понес никакого наказания За свои преступления И четвертое Семья квандов по сей день сидит на мешках денег Которые заработаны на крови и костях И отказывается нести ей ответственность за содеянное Добавляешь к этим тезисам Щепотку слезинок от истории военнопленных Потом еще щепоточку праведного возмущения историков Замешиваешь это все на соусе исторической несправедливости И плов готов Но в нашем случае давайте чуть более трезво посмотрим на вещи То, что Гюнтер заработал свой капитал благодаря нацистам Это как минимум преувеличение Я не говорю ложь, так как благодаря нацистам в моменте он хорошо заработал Но Гюнтер и до нацистского режима был одним из ведущих промышленников страны С тысячами людей в штате и сотнями компаниями под управлением И логично, что если ты предыдущие 30-40 лет жизни методично увеличивал свой капитал Увеличивал свое влияние, увеличивал количество компаний И делал все это успешно Скорее всего, ты и дальше будешь заниматься тем же самым Вне зависимости от погоды, политического режима в стране И от какой-нибудь такой херни Просто потому, что в этом суть твоей работы Если что, я Гюнтера не выгораживаю Мне так-то абсолютно похуй, что на Гюнтера, что на всю промышленность Германии Пусть там хоть все переебутся Я просто вижу нестыковку Нестыковки меня бесят И я хочу найти логику Очевидно, что промышленник подобного склада ума Который всю свою карьеру работал с государством А также владел огромным списком предприятий в различных областях промышленности Не прекратит свою работу в один день чисто из-за того, что к власти пришли какие-то сомнительные ребята Вот представь, ты капиталист-промышленник Тебе примерно 50 лет И ты всю свою жизнь, начиная с 15 лет Только и занимался тем, что сидел на производствах Развивал их, увеличивал А также всю свою жизнь ты вертелся как уш на сковородке Чтобы выкрутить лучшие условия Чтобы задушить всех конкурентов Чтобы вырвать у зазевавшихся руководителей их предприятий и так далее Вот такой ты человек И ты этим занимаешься 35 лет И тут приходит к власти какой-то хуй с усами И ты такой Не, ну это уже перебор Это уже ни в какие вороны Забирайте мои фабрики Забирайте всех усатых дядек Нахуй, нахуй Вы такое себе еще представляете? Гюнтер всю свою жизнь действовал только в интересах своего собственного бизнеса И своей промышленной империи Вне зависимости от войн, экономических кризисов Погоды за окном и всякого такого Как минимум исходя из той мысли Что если ты не будешь пользоваться возможностями Ими воспользуется кто-нибудь другой А потом задушит тебя и выкинет из твоих же компаний Уж кто-кто, а Гюнтер прекрасно понимал Как это работает Потому что он, ну, сам действовал примерно так же И плавал в аквариуме Ровно с такими же акулами немецкого бизнеса Которые были бы счастливы сожрать все предприятия Кванда На самом деле, если посмотреть сухо и без эмоций Весь период развития бизнеса Гюнтера Во времена нацистов Не сильно отличается от любого другого периода его карьеры Он работал с нацистами Ровно так же, как он работал с демократами в 20-х Как и с вояками в период Первой мировой войны И как с теми же самыми вояками до Первой мировой войны Ничего ровным счетом не менялось Гюнтеру было абсолютно наплевать, какой режим в данный момент находится у власти Потому что он работал с государством И с его потребностями Нужны шинели для имперского флота в 1890-е? Пожалуйста! Нужна военная форма для солдат Первой мировой? Рады приступить к работе? Нужны аккумуляторы для модернизации транспорта, энергетики всей страны? Осилим! Нужно добывать калий для химической промышленности, чтобы зарабатывать деньги для экономики? Ладно, так и быть Есть у меня пара калийных месторождений Могу покопаться Ясен Красен, когда в государстве поменялся режим И у него появились свои, блять, специфические потребности Гюнтер сказал Ну ладно, рад стараться Надо разъебать половину планеты Отлично! А вот счет на оплату Готовы завтра приступать Даже если бы к власти в Германии пришла бы, блять, стропоновая партия Которая хотела бы весь мир посадить на стропоны Гюнтер бы стопудово пробился в ряды главных производителей оружия возмездия для партии Если есть запрос, значит надо удовлетворять Очевидно, что в тот момент, когда нацистский режим начал выгонять иностранный бизнес из страны Гюнтер Квант вместе с остальными немецкими промышленниками Начал этим пользоваться И начал подминать новые предприятия под себя Естественно, когда фашистская Германия послала весь мир нахрен с их ограничениями для военной промышленности Гюнтер был рад предоставить свои пыльные заводы по производству оружия для армии Продолжая наращивать свой капитал и зарабатывать деньги, само собой Тут все логично, у меня вопросов нет Но в молчании Квандо, для того, чтобы показать тесную связь Гюнтера с нацистами Рассказывают немного другую историю Фильм рассказывает нам о том, что жена Геббельса, главного идеолога и пропагандиста Гитлера Женщина, которую звали Магда Геббельс Это на самом деле бывшая жена Гюнтера Кванда Уже нихуя себе заявочка А один из сыновей Геббельса, которого звали Хараль На самом деле сын Гюнтера Кванда При том, что этот паренек был звездой нацистской пропаганды Да еще и сын Гюнтера Кванда Тоже ебать себе такой интересный факт И проблема в том, что и то, и другое правда Но не совсем Вот как нам это показывает фильм Вот есть семейство Квандов и есть Геббельс один, без семьи, просто вот шланг И они настолько хорошо дружили и общались между собой Что когда Магда, жена Кванда, захотела уйти от Гюнтера к Геббельсу Промышленник вообще ничего не имел против Он такой, да бери ребенка и давай, вон вам дом, пожалуйста Типа снимайтесь во всей немецкой пропаганде Вперед из песней И поместье он свое личное отдал Магде с Геббельсом Чтоб они там свадьбу по-человечески провели И Гитлер постоянно приезжал в это поместье в гости И половина партии нацистов там тоже тусила И вообще все они там жили в обнимку И в десна целовались Настолько сильно Гюнтер Квант любил нацистов Что ни жены, ни ребенка, ни поместья Ничего для братишек не жалко И вот все эти факты Кто куда ходил, кто кому приходился родственникам Они все правдивые Все реально так и было Но поданы они Вообще неправильно И вот дайте мне 10 минут И вы поймете, где тут наебали зрителей Начнем с того Каким образом мог вообще жениться Гюнтер Квант Вот мы уже с вами немного понимаем Из чего этот персонаж сделан Это просто человек-функция, у которого, во-первых, все по линейке Во-вторых, он без вазелина пролезет в любую задницу Если она ему потребуется И вот давайте подумаем Мог ли такой человек Обладатель одного из самых больших частных капиталов в стране Увидеть какую-то девушку И воспылать к ней нежными чувствами И понять, что он хочет быть до конца жизни с ней Лишь бы у него была возможность смотреть на нее И ручку ей целовать Можно, конечно, насмотреться сериалов по России один Где какой-нибудь там долларовый миллиардер Влюбляется в доярку в деревню Но давайте будем честными Если ты Гюнтер Квант Тем более, блять, 40-летний Гюнтер Квант У которого во владении сотни компаний То ты просто так жениться не будешь Секса и женщин он мог себе купить целую кучу И без брачных обязательств И мужчин он мог себе купить любую кучу И этим мужикам любых баб он мог купить любую кучу Ну, что хочешь, все куплю Поэтому в этом была немного другая логика Берем Магду Квант Вот эту женщину До Квант у Магды была фамилия Фридлендер Нам эта фамилия ничего не говорит Но для Гюнтера это кое-что значило Гюнтер куда-то там ехал по делам И видит, сидит молодая красивая девушка Ну, по их понятиям красивая Потому что я пересмотрел кучу исторических фотографий С женами различных промышленников Политических лидеров И у меня вот есть несколько вопросов Ко вкусам немецких мужчин Какого, блять, хуя Вы этот трак Ладно, оставлю эти вопросы при себе Справедливости ради После наших девушек У тебя будут вопросы Вообще ко всей планете Точнее не вопросы, а большие соболезнования Их мужскому горе Потому что наши девушки самые красивые на планете Так вот Встречает он Магду в поезде И раз уж она сидит в первом классе Это значит, что там, ну Может быть, что-нибудь интересненькое Подошел Познакомился И выяснилось, что это приемная дочь Местного крутого бизнесмена У которого была большая торговая компания в Берлине А мы с вами помним, что если, ну, есть вариантик Что-нибудь, как-нибудь, куда-нибудь пропихнуть То надо пользоваться этой возможностью А тут вариант пропихнуть дважды Честно говоря, я малек утрирую Потому что Гюнтер в своих дневниках писал Что он весь такой влюбился Она такая красивая И бла-бла-бла Но я руку даю на отсечение Что это была максимум, ну, просто обычная влюбленность Мимолетная Подкрепленная выгодным брачным союзом С дочкой большого коммерсанта И вот почему я так считаю Во-первых, они очень быстро поженились Там, типа, от момента первой встречи До брака прошло менее двух лет И то только лишь потому, что Магде было 17 лет, когда они познакомились Ей надо было доучиться Плюс Гюнтер хотел, чтобы она приняла католицизм перед свадьбой А это прям, ну, целая процедура И бла-бла-бла, куча мелочей Само собой, против 17 лет он, ну, ничего не имел Ну как, имел, только немного по-другому Ужасная шутка, я понимаю, но, бля, очень нравится Рад стараться Если коротко, то чтобы пожениться У Гюнтера был, ну, там, целый ряд условностей Которые надо было выполнить И на всю эту херню у них ушло два года А предложение о замужестве Гюнтер сделал спустя полгода После первой встречи Еще раз Ему 40, ей 17 Он один из самых успешных промышленников страны А она, ну, девочка 17 лет На пианино может поиграть Вот А вот это вот все, ну, типа Она просто играла Не на пианино, а на струнах его души Своими бархатными пальчиками Вот это давайте вот оставим для фанатов Сумерить, там, и 50 оттенков серого Мозгов мы им не оставим, но их вроде как бы не обламывает Во-вторых, как уже у себя писала в дневниках Магда Квант Она же будущая Магда Геббис Брак очень быстро стал для нее невыносим Если полезть в ее дневники То там будет, ну, примерно следующая картина Первый год-два все такие Уиии, мы живем шикарной жизнью У нее муж Один из самых успешных промышленников страны И она живет в огромном поместье И воспитывает маленького ребенка В современном мире она могла бы себе завести инсту Сделать там подпись «Мама-ангелочка» И выкладывать фотки там, типа, с букетами цветов с геликами, вот со всей этой хернёй. Но, как бы, тогда было немного другое время. Тема ещё не была хайповой. А через два года, вот, ну, до неё допирает, что она сидит в своём дорогом поместье, воспитывает ребёнка, и всё на этом. Гюнтер дома не появляется. Он на работе. На какие-нибудь мероприятия, типа, из высшего света они не ходят, так как одной идти, ну, как бы, вроде неприлично, а Гюнтер вроде ебал тусоваться просто так. А Магди, типа, 20-21 год. Ты молодая, красивая девушка. Ну, по мнению немцев, красивая. Тебе очень хочется софитов, танцев, общественного внимания, потому что, ну, завтра ты моложе уже не будешь. И вроде бы всё есть для этого. Есть деньги, есть возможности, но сиди, сука, дома и следи за хозяйством. И составляй финансовый отчёт для мужа. Куда и сколько денег ты потратила? Это, кстати, довольно забавный факт. Гюнтер всегда выделял Магде, там, ну, какое-то количество денег на домохозяйство. И всегда требовал финансчёт по всем стандартам. Чё, куда, сколько потрачено, почему потрачено и бла-бла-бла. Попробуйте свою жену заставить вести все личные расходы в Excel-табличке. А рядом с каждым платежом она должна написать обоснование, почему она считает это необходимой тратой. А потом, раз в неделю, она вам должна приносить этот финбаланс на подпись, а также защищать план будущих трат. Представили? Не самое удобное мероприятие, правда? Читать финочёт, когда тебе в жопу затолкали. А Магда так жила. Притом, я думаю, что такие порядки в финансах были не из-за принципиальной жадности, а просто на автомате. Всё-таки, ну, пара тысяч немецких марок — это примерно миллион рублей на современные деньги, это, ну, это вообще копейки для Гюнтера. Но если уж деньги на что-то выделены, значит, должен быть финансовый отчёт о их расходе и финансовое обоснование. Вот вам, подрядчик жена, две тысячи марок на оказание услуг по поддержанию домохозяйства. Через неделю подпишем акт приём-передачи. Звучит как ёбань, но у Гюнтера реально были такие порядки дома. И он вообще в этом не видел никаких проблем. Более того, он не особо-то проводил время с женой и с ребёнком, чтоб мог понять, что чё-то идёт не так. Когда ты человек-функция, ты так и мыслишь. Он дело сделал? Сделал. Наследника себе организовал? Да. Все накормлены, жопы у всех потёрты, домохозяйки все наняты, машины всем куплены, дома все построены. Всё. Значит, с семьёй всё в порядке. Можно с чистой совестью не отвлекаться от работы. И вот в такой золотой клетке жила Магда Квант. И она там продержится. Восемь лет. Ну, хотя бы было точно понятно, где она была все эти восемь лет. Понятно, что от любви очень быстро ничего не осталось. По крайней мере, со стороны Магды. Ведь чё такое любовь в понимании Гюнтера, ну вообще хер пойми. Скорее всего, это правильно составленный финотчёт. И как бы там ни было, но когда Магде было уже чё-то около 27 лет, она уже всё, ну, больше не могла. Всё, поезд дальше не идёт. Хотелось любви, хотелось танцев, хотелось жизни, наконец. И, естественно, у неё там были какие-то любовники, с которыми она периодически развлекалась, но это всё было не то. Хотелось настоящей любви, вот как в книжках, а не вот эти простые перепихоны с кем-то на стороне. Но в какой-то момент про всех любовников пронюхал Гюнтер и всё, полетело коту под хвост. Напоминаю, это Германия конца 20-х, начало 30-х. Тогда с правами женщин считались, ну, так, по настроению. Поэтому, когда ты в то время подаёшь на развод из-за того, что у тебя изменяет жена и у тебя есть доказательства этому, а у тебя ещё и брак был заключён по всем ханонам церкви, то ты вообще жену можешь сжечь на ритуальном костре, тебе никто слова не скажет. В лучшем случае ты можешь её просто выставить на улицу, ну, и всё. Никаких 50 на 50, дверь вон там, удача дорогая. И у Гюнтера были все права на это. Как моральные, так и юридические. Потому что, ну, в то время было так принято. Но Гюнтер так не сделал. Более того, он ей оставил сына Харальда, обеспечил квартиру, пообещал платить каждый месяц хорошую сумму денег, купил выраженный кабриолет, ну, и всё такое. Видимо, просто из тех мыслей, что, ну, раз уж она воспитывает его сына, а он пока что ещё слишком маленький, чтобы Гюнтер мог его к себе забрать на работу. Поэтому им вдвоём с матерью нужно обеспечить нормальный быт. Сам-то Гюнтер заниматься воспитанием мелкого не мог, так как его дома тупо не бывало. А отнимать у ребёнка сразу двух родителей было очень жестоко. Ребёнок-то вообще не при делах. К тому же, это теоретический будущий наследник, и о нём надо бы позаботиться. И вот скучающая Магда оказывается на свободе. Гюнтер даёт ей там что-то около 4 тысяч марок в месяц на жизнь. На современные деньги это примерно 25 тысяч долларов или 1,8 миллиона рублей в месяц. И она может вообще не париться о бытовухе. Потому что домохозяек и слуг ей тоже оплачивает бывший муж. То есть, мы получаем свободную и всё ещё молодую девушку, у которой закрыт вопрос с деньгами. Но просто так сидеть на жопе ровно это, ну, грустно. Поэтому Магда искала, где она могла себя применить. И в какой-то момент она натыкается на активную публичную агитацию партии Гитлера. Она приходит на какое-то там собрание. Там во всех красках выступает Геббельс. Она моментально в него влюбляется, потому что вот она, рыба моей мечты. Она устраивается секретарём в офис к Геббельсу. Он её замечает, а дальше, ну, там, как бы, делал техники. Раз, два, туда, сюда. И вот они вместе. Геббельс — это полная противоположность Гюнтеру. Он яркий, постоянно публично выступает. Вокруг него всегда пресса, софиты, толпы фанатиков. И это именно та жизнь, о которой мечтала Магда. Ведь она всегда будет рядом с Геббельсом. А значит, и со всем вниманием публики, с постоянными разъездами туда-сюда, и с полным ощущением, что она живёт самую яркую жизнь. О том, что весь этот балаган закончится самоубийством всей семьи в бункере Гитлера, в тот момент Магда ещё об этом не в курсе. Но мы до этого ещё дойдём. Теперь несколько фактов и цитат из дневников, которые показывают реальное положение дел. Факт номер один. Геббельс терпеть не мог Гюнтера Квандера. Напомню, в фильме они показаны лучшими друзьями, но это неправда. Во-первых, ненавидеть Квандера для Геббельса было очень логично, ведь он был фанатом идеологии Гитлера, а настроилась на том, что капиталисты — это демоны, которые эксплуатируют рабочий класс. Напомню, что НСДАП, партия Гитлера, это национал-социалистическая рабочая партия. Если в двух словах, то основная идея партии в том, что обычные работяги — это святые, а капиталисты — это черви гнойные, которые разрушают все наше святое общество. И такое отношение подтверждает запись в дневнике Геббельса после его первой встречи с Квандом. Цитата. «Бестактный грубиян, типичный капиталист, обыватель в худшем варианте этого слова». Примерно такого же мнения о Геббельсе был и Гюнтер, так как тот для него был просто пустомелий, который ни одной немецкой марки в своей жизни не заработал. И единственное, что он умеет в жизни, это чесать языком. А теперь еще и чешет языком у твоей бывшей. И у Гюнтера были все основания так думать, потому что факт номер два — у нацистов не было денег. Все эти события происходили в 30-м, в 31-м годах. Нацисты еще не пришли к власти, поэтому ресурсов к государству у них еще не было. А большой бизнес что-то как-то не очень рвался поддерживать их деньгами. Так как пропаганда партии была построена на том, что капиталисты — это мрази. Ты же не будешь давать денег тому, кто говорит, что он хочет тебя стереть с лица земли. Не будешь. Вот нацистам никто и не давал. Ну, кроме Магды. Денег не было вообще. Партия существовала на голом энтузиазме. Да, у них было очень большое внимание публики, но реальных денег не было. Поэтому верхушка, близкая с Геббельсом, очень часто и тусовалась у квандов на вилле, так как больше тусоваться было негде. И тут факт номер три. То самое поместье Зеверин, про которое рассказывают в «Молчании квандов» и где Магда играла, свадьбу, где торчал Геббельс и куда периодически приезжал Гитлер, вот этот дом принадлежал Магде Кванд по условиям расторжения брака. Точнее, он не принадлежал ей полностью, а она могла его использовать в любое время по своему желанию. Логика была точно такая же, как и с ежемесячными выплатами бывшей жене, там, типа, в четыре тысячи марок. Она заботится о сыне, а это главное условие выплат от Гюнтера. И помимо того, что им надо было, ну, где-то жить, им нужно было где-то еще и отдыхать. И чисто для того, чтобы бывшая жена Кванда могла вместе с сыном куда-то уехать из шумного города, он оставил ей право пользоваться одним из поместий. Чисто по своему желанию, потому что, ну, ведь загородных домов у Кванда была целая гора. А Зеверин после развода стал просто пылящимся домом, куда никто не приезжал. И раз он все равно стоит, пусть туда Магда с ребенком и приезжает. Гюнтер так решил при разводе, и он же, блядь, не мог предположить, что Магда через два года будет женщиной-гауляйтера политической партии? Естественно, не мог. Прикинь, тебе бы кто-нибудь сказал бы, что твоя бывшая замутит, блядь, с молодым Жириновским, например. Вы такие расходитесь, а она такая, ну и катись ты со всеми этими бизнесами, я с Вованом пошла тусить. Ты, бля, у виска пальцем покрутил. А потом Жириновский, хуяк и президент. Дважды ахуй. А у Гюнтера это была реальность. И понятно, что таких загогулин судьбы он никак не мог ожидать при разводе. Плюс факт номер четыре. Геббельс не женился на Магде ровно до того момента, пока они не захватят власть в стране. Вот цитата из дневника. Мы все прояснили между собой, мы дали друг другу торжественное обещание, что станем мужем и женой, если захватим власть в государстве. Почему именно в этот момент? Ответ простой. В тот момент, когда Магда вышла бы замуж за нового мужчину, она автоматически лишалась бы всех выплат от Гюнтера. Это было еще одним условием договора. И вполне логичное духу того времени. У тебя новый муж? Вот пусть он тебя и обеспечивает. Все. И вся эта оргия в поместье Кванда продолжалась ровно до того момента, пока Гитлер не пришел к власти. И у ребят не появились деньги и возможности тусоваться где-то еще. После того, как Гитлер стал главой государства, а ребята торжественно отпраздновали свою свадьбу, никто поместье Квандов больше не использовал. Просто было не нужно. А с сыном Гюнтера, которого Геббельс постоянно таскал туда-сюда с собой, все еще проще. Надо понимать, что Геббельс это главный пропагандист и идеолог режима. Его работа заключалась в том, чтобы рассказывать людям сказки о великом будущем немецкой нации, если к власти придет Гитлер. А также он был создателем культа личности Гитлера. И так или иначе, Геббельс мыслил только пропагандой. А тут у тебя хуяк и под ногами на постоянной основе бегает светловолосый мальчик чисто арийской внешности, который тебе достался вместе с женщиной. Ясен пень, ты его разоденешь в свастику и будешь его всей стране показывать как пример идеальной семьи. Вот моя возлюбленная, вот наш мальчик и мы счастливы. А то, что он немой, это мы и рассказывать не будем. Нахер кому такие подробности нужны? К тому же, самому мелкому это все было в прикол. Так как, ну, типа, ты до этого сидел дома, учил уроки, а тут тебя херак и таскают там туда-сюда, движух какая-то, типа, на всю страну показывают и говорят, что ты идеальный ребенок. Кайф, а не детство. Поэтому, с одной стороны, все, что показано в фильме «Молчание квандов» вот про отношения Геббельса и Гюнтера, это правда. Но с другой стороны, все, бля, было вообще не так. Гюнтер и Геббельс терпеть друг друга не могли, но сраться в открытую никто не хотел. Потому что, один, зависит от денег и недвижимости грязного капиталиста, против которых он регулярно выступает, и признаться публично в подобных штуках это выстрелить себе в колено. А второй, ни при каких нахуй раскладах даже предположить себе не мог такого поворота событий. Но с учетом того, что эти ребята реально могут стать будущей властью, а у Гюнтера все компании работают на государство, ну, как бы, в интересах бизнеса можно и потерпеть. Иначе ты всех этих бедолаг выкинешь из поместья, а они тебя потом выкинут из всех госзаказов. И твою империю, которую ты строил почти 40 лет, сожрут конкуренты, которые будут чуть более сговорчивы с новой властью. Поэтому сидим, улыбаемся и не пиздим. Как с одной, так и с другой стороны. Ну, это все, конечно, хорошо, но мы же тут с вами собрались про БМВ говорить вроде как. Отчет как-то уже, ну, полтора часа прошло, а мы про БМВ не с новым не духом. Создателей молчания Хвандов, конечно, такие логические ошибки не смущали, но мы просто чуть более въедливо ведем свое повествование. К тому же, вам тут не привыкать, что мы такие немецкие автомобили, а потом час вам гоним в Римскую империю. Империю. Само собой, до БМВ мы доберемся, не переживайте. Но перед этим нам все-таки нужно еще кое-что. Самое время поговорить про малоприятные вещи. Ведь для того, чтобы хорошо понять логику обвинений в преступлении против человечества, надо в первую очередь разобраться с этими самыми военными преступлениями. И при чем тут вообще промышленность Германии? И так давайте немножко освежимся и быстро пройдемся по тому, что у нас есть на данный момент. Первое. Утверждение фильма про то, что Гюнтер Квант заработал свое состояние во Вторую мировую, как минимум неточное. Потому что еще и до войны у него уже было огромное состояние. И это мы еще не дошли непосредственно до результатов Второй мировой войны. Второе. Радужные отношения Кванты с нацистами это очень большая натяжка. Понятно, что какие-то отношения между Квантом и верхушкой власти были. Очевидно, что они были довольно сложные не иметь отношений с руководителями государства, на которые ты работаешь. Да и к тому же там твоя бывшая с твоим ребенком тусуется на регулярной основе. Но назвать эти отношения дружескими это очень большое привлечение. А теперь давайте разбираться со Второй мировой, с военными преступлениями и о роли немецкой промышленности во всем этом балагане. Для начала буквально пара слов о том, что такое вообще военное время с точки зрения производства. Большие производства, которые заметны в разрезе всей страны и экономики, никогда не развиваются просто так. Ты всегда будешь находиться в плотном контакте с властями просто потому, что ты большой налогоплательщик, у тебя там много людей работает, надо бы поддерживать правильное отношение у рабочих к власти, надо бы налоги платить, да еще и в полном объеме. А если ты будешь паинькой и будешь нам помогать, то мы тоже в долгу не останемся. Какой-нибудь секретную подковерную инфу тебе подкинем, хороший заказ на производство отдадим там и вообще будем помогать на мере возможностей. И это нормально. Так везде и всегда это простые человеческие отношения. Но вот в твоем государстве случается война с соседями или с целым альянсом соседей. Почему так произошло, кто виноват, что делать, куда бежать, это все похер, оно нам не важно. Вот есть факт, что в каком-то государстве началась война, а и все тут. И вот что нам эта ситуация говорит? Война нам говорит, что в глобальном смысле для страны ситуация выглядит следующим образом. Либо ты, либо тебя. Все просто. Либо ты побеждаешь, и твое государство остается жить, либо ты проигрываешь, и тогда там, куда уже тебя заведет дорожка судьбы, хуй вопросцы, потому что решать не тебе. Что победитель скажет делать, то и будешь делать. Германия уже успела сходить по этой кривой дорожке после Первой мировой, и им не понравилось. Из могущественной германской империи, из лидера планеты по экономическому росту, из места с высочайшим уровнем жизни в Европе всего за несколько лет они превратились в страну, где коренное население банально не может себе купить еды. За 4 года войны и за 2 года переговоров с вершины прямиком в ад. И так всегда. Стоит проиграть войну, и ты в жопе. И в твою жопу тоже кто-нибудь протиснется. И вот у нас Вторая мировая. Мероприятие, в котором Германия фактически будет воевать со всей Европой, Советским Союзом и Штатами. В таком случае, когда Германия воюет со всей планетой сразу, чем бы ты ни занимался и кто бы ты ни был в Германии во Вторую мировую, ты будешь либо служить в армии, либо будешь на эту армию работать. Другого варианта не будет, потому что на кону стоит все, что только можно поставить. А твои действия по ходу войны будет либо судить военный трибунал, в случае, если ты проиграешь, либо тебя вообще никто судить не будет, так как победители не судят. Поэтому немцам нужно было побеждать любой ценой. Натурально любой ценой. Если надо всех согнать на фронт, сгоним. Надо все производства направить на войну, направим. Надо всех военнопленных загнать на производство, загоним. И так далее, со всеми остановками. И вот с таким ракурсом мы с вами подходим к двум вещам, на которые больше всего давят фильм «Молчание квангов». Первый – Гюнтер Квант заработал свое состояние на войне. Второй – это состояние заработано благодаря концлагерям на территории его предприятий. И в качестве примера нам показывают концлагерь «Штекен», который находится на заводе «Афа». Она же будущая Варта. А также нам показывают аж двух выживших в этом концлагере. И выжившие рассказывают душесчипательные истории о том, какой ад происходил у них там внутри концлагеря, через что они вообще прошли. Авторы фильма подкрепляют все это дело цифрами. И вот к цифрам у меня есть вопросы. Поэтому давайте сначала разберемся с концлагерями. Для начала я хочу сказать, что концлагеря времен Второй мировой войны это один из самых страшных ужасов войны и преступления против человечества. Тут, я думаю, мало что нужно пояснять. Но я сейчас буду говорить довольно неприятные штуки, так как, ну, тема, сами понимаете, с гнимцой. В течение следующих пятнадцати минут вы можете подумать, что я бесчувственная гнида. И если так и будет, то принимайте мои искренние поздравления. Потому что если вы возненавидите меня в ближайшие пятнадцать минут, значит, вы хороший человек. И у вас есть сердце. И вашим близким очень повезло с вами. Но если вы будете внутренне согласны с моей логикой, добро пожаловать в клуб. Концлагеря придумали не немцы. Первые концлагеря придумали американцы во время гражданской войны, там, в конце девятнадцатого века. А потом эту тему подхватили англичане и начали активно их использовать в своих войнах в Африке, там, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Суть была ровно такая же, как и в Германии. Ты сгоняешь людей в лагерь и издеваешься над ними как хочешь ради достижения каких-то там своих целей. Ну, это так, для исторической справки. Естественно, слово «концлагерь» четко ассоциируется с фашистской Германией, потому что немцы реально преуспели в этом дерьме. Такого размаха событий, как при Третьем Рейхе, не было никогда. И я очень надеюсь, что уже никогда не повторится. Но я обещал вам пару интересных цифр. И вот они. За все существование Третьего Рейха с 33 по 45 год было построено около 40 тысяч концлагерей и мест принудительного заключения. По большей части это были всякие мелкие лагеря, где сидело там по несколько десятков, а то и сотен человек. Но были места и поинтересней. Бухенвальд функционировал с 37 по 45. Всего, за все время, в него попало 250 тысяч человек, из которых 56 тысяч человек погибли. В Бухенвальде ставили медицинские и психологические эксперименты на людях, морили голодом, холодом и издевались всеми возможными методами. И несложной математикой мы можем посчитать, что примерно 20% пленников умирали в стенах лагеря. Белжец. Лагерь смерти на территории оккупированной Польши. Место, куда просто свозили людей на смерть. Заключенные самостоятельно, своими руками, строили газовые камеры. А потом этих же заключенных в этих же газовых камерах и убивали. Точное количество людей, прошедших через концлагерь, неизвестно. Но только количество убитых в этом лагере колеблется от 450 до 600 тысяч человек. Полмиллиона человек это два моих родных города. Или Тверь полным составом. Или Рязань полным составом. Или весь Калининград. Подчистую, под единого человека. А теперь я добавлю вам еще одну цифру. Лагерь существовал всего 15 месяцев с весны 42-го по лета 43-го. Каждый месяц в этом лагере душили в камерах и скидывали в вырытые неподалеку рвы от 30 до 40 тысяч человек. Каждый месяц по 30-40 тысяч. А на газовых камерах в этом лагере висели таблички с надписью «Душевые». Вот. Милота, правда? Берген-Бельзен. Изначально небольшой лагерь под городом Берген. Но расширялся по мере надобности. Знаете ли, бывают такие предприятия, которые не могут справиться с большим потоком клиентов. Вот Берген-Бельзен был именно таким. Отличительная черта лагеря в том, что там просто не успевали закапывать трупы. И их просто скидывали в ямы. Из-за чего всех жителей лагеря регулярно выкашивала эпидемия ТИФа. Приблизительное число погибших около 70 тысяч человек. Богдановка. Лагерь, сделанный для советских жителей и солдат на оккупированной территории Украины. Захватили территорию немцы, а заправляли там румыны. Что доказывает тот факт, что дело как бы не в национальностях, а в пропаганде. И в желании выслужиться перед режимом. В лагере никто не пытался эксплуатировать людей. Их просто убивали. По примерным подсчетам там убили 160 тысяч человек. И вроде бы, ну, после предыдущих концлагерей 160 тысяч человек уже, ну, не так уж и пугает. Но отличительная особенность в том, что лагерь существовал меньше трех месяцев. В середине октября его создали, а в декабре решили всех убить. Примерно 100 тысяч человек убивали в течение двух месяцев, а потом финальным аккордом в течение недели убили 54 тысячи человек. По 9 тысяч в день. В понедельник 9 тысяч советских людей, во вторник 9 тысяч советских людей, в 3 еду 9 тысяч. Ну, суть вы поняли, я думаю. Дарница. Такой же лагерь на территории Украины, через который прошло 300 тысяч человек, из которых расстреляли, сожгли заживо и заморили голодом 68 тысяч человек. Кстати, у вас уже появилось такое неприятное чувство внутри? Я ведь понимаю, что цифры и факты далеко не самые приятные. Но, к сожалению, мы только начали. Дахао. Один из самых известных концлагерей Германии, в котором содержали узников, работающих на изготовлении снарядов, химического оружия и в целом химической промышленности. Внутри страны считался одним из образцово-показательных лагерей, с которого нужно брать пример. Всего через лагерь прошло 190 тысяч человек, из которых погибли примерно те же самые 20%, а именно там 41 с половиной тысяч человек. Но знаете, почему этот лагерь был образцово-показательным? Потому что именно в нем придумали систему мотивации, что если какой-то из заключенных проявляет особую жестокость по отношению к своим сокамерникам, либо придумал какой-то новый и изощренный метод пыток, то добро пожаловать в ряды СС. Тебя из заключенного могли взять в СС, если ты докажешь чужой кровью свою приверженность режиму. Представляете, какая там была бойня из людей, пытающихся выжить? Образцово-показательная бойня, прошу заметить. Майданик, лагерь смерти на территории оккупированной Польши, известен своими высокими показателями эффективности. Из 150 тысяч заключенных в газовых камерах умрили каждого второго человека. 78 тысяч, если быть точным. Твои шансы при попадании в Майданик были ровно 50 на 50. А также он известен тем, что в этом лагере ставились эксперименты по эффективности химического оружия. Немцы изучали, с какой скоростью то или иное вещество убивает человека и как это делать эффективней. Такая вот бизнес-задача у парней, так сказать. Повысить скорость обработки одного леда. Эксперименты проводились следующим образом. Заключенных вытаскивали из барака якобы для того, чтобы помыться. Заводили их в банном комплексе в кабинке с надписью «Душевая». Человека запирали в реальной душевой комнате. Сверху открывался люк, там сидел солдат в противогазе и высыпал сверху химикат. Щелчок секундомера, эксперимент начался. Малый тростенец, Благовщина и Шашковка. Крематорий, оккупированной Белоруссии. Специально для плененных советских солдат. Массовые расстрелы у могильных рвов. Крематорий, который работал 24 на 7. И примерно число погибших около 200 тысяч человек. Отличительная особенность автомобиля-душегубки. Это такой специальный грузовик с уплотненным грузовым коробом. И в этот короб выведен выхлоп автомобиля, ты туда закидываешь людей внутрь и едешь в крематорий. Они как раз там по пути в кузове задохнутся. Очень удобно. Я понимаю, что от такого монотонного перечисления уже можно немножко бы и подустать. Мол, тут погибло сотня тысяч человек, вот тут 100 тысяч погибло, и еще вот тут 100 тысяч погибло, и вот тут 100 тысяч тоже погибло. Я понимаю. Но ничего, ща взбодримся. Солоспилский концлагерь. Место в 18 километрах от Риги, в котором было несколько отдельных лагерей. В отдельном месте под открытым небом содержали военнопленных, которые жили в земляных норах, ели кору с деревьев. А в критические моменты доходило и до людоедства. А по соседству стоял другой лагерь. Место, в котором отдельно содержали детей возрастом до 6 лет. И держали их в лагере для того, чтобы использовать их для отбора крови, которую использовали для раненых немецких солдат. Естественно, кровь у ребенка забирали полностью, а тело просто выкидывали. Удалось найти тела только 5000 детей. Собибор. 250 тысяч убитых в газовых камерах за полтора года. Терезенштадт. 140 тысяч заключенных, из которых 15 тысяч детей. И убито там минимум 33 тысячи человек. Те же самые там 20-25% погибших от общего количества. И два последних. Треблинка и Освенцин. Он же Аушвиц. Два концлагеря на территории Польши. Треблинка — это 24 гектара земли, обнесенные стеной высотой в 3 метра и рвом в 3 метра глубиной. На территории лагеря стояло несколько газовых камер, которым 24 на 7 стояла очередь из людей. И с 22 июля 42-го по октябрь 43-го в этих камерах задушили 800 тысяч человек. За 14 месяцев 800 тысяч человек. Это по 2,5 тысячи человек каждый, сука, божий день. Без перерывов на праздники и выходные. А Освенцин, он же Аушвиц. Просто две цифры. Минимально возможное количество заключенных, минимально возможное, 1 миллион 300 тысяч человек. Вторая цифра. Минимально возможное количество убитых, 1 миллион 100 тысяч. Погибли почти все. Либо в газовой камере, либо от пули при массовом расстреле, либо от голода, побоев и условий труда. Если какой-то заключенный видел вывеску Аушвиц, то, скорее всего, это последнее, что этот человек увидел в своей жизни. Это ужас. Я могу быть, конечно, сколько угодно красноречивым, но я в душе не ебу, как вам передать весь ужас той недели, когда я методично, страница за страницей, изучал все эти концлагеря и все, что там происходило. Я все это видел в кинохронике и фотографиях. И честно, даже хорошо, что мы не можем вам это все показать через Ютуб. Но все, что я могу после этого сказать, слава богу, что мы победили. И вечная память всем советским солдатам, всем солдатам-союзникам и всем жертвам, которые ценой своей жизни сделали все, чтобы такого больше никогда не повторилось. А всем людям, кто когда-то там говорил или думал, что вот, лучше бы мы проиграли, вы, блядь, даже понятия не имеете, о чем говорите. И вот теперь, спустя это красочное путешествие, давайте вернемся к концлагерю Штокен, о котором нам красочно рассказывают в «Молчании квандов». Данные из фильма. На территории концлагеря Штокен содержалось полторы тысячи заключенных, из которых из-за тяжелых условий труда, работы с химикатами, голода и болезней в среднем умирало 80 человек в месяц. И на смену им привозили новых рабочих из других лагерей. Все. Больше никаких данных в фильме не приводится. Но вот мы лезем в данные музея концлагеря Ганновер Штокен, и у нас там официальная информация, что лагерь существовал с июля 43-го по апрель 45-го, почти два года. И за это время через концлагерь прошло 15 тысяч человек, из которых умерло 1016 человек. То есть 6% от общего количества. Хотя в исследовании Йохима Шользутека написано, что число жертв, согласно книге регистрации актов смерти, было 403 человека за все время существования концлагеря. Но похер, правды мы не выясним. Будем брать самую большую цифру из всех, что вот я нашел, а это 1016 жертв. То есть 6% от общего количества заключенных. И при всем этом в фильме есть тетка директор музея Штокен. И в какой-то момент она такая «У них там вафа в этой вашей, знаете ли, варте, у них был свой собственный маленький Освенсум». А я смотрю на это и внутри «Да как ты, блять, смеешь это сравнивать со Освенсумом?» Я ни в коем случае не хочу обесценить тысячу человеческих смертей в концлагере Штокен. Но не кажется ли вам, что лагерь, где из 15 тысяч заключенных погибла тысяча и лагерь, где из 1 миллиона трехсот погиб миллион, сука, сто? Это, блять, разные вещи. Простите меня, конечно, но если бы передо мной стоял выбор пойти в Освенсум, где мне гарантированно мучительная смерть в 85% случаях, или пойти в Штокен, где я умру с вероятностью 6%, я бы, очевидно, выбрал Штокен. Понятно, что в идеале бы лучше вообще не попадать в концлагерь и лучше бы, чтобы их никогда на планете не было. Да, но сравнивать Освенсум со Штокеном, да идите вы нахуй! И вот это тот момент, когда я уже не на шутку разозлился на эту ебанину. Ладно, когда вы там крутите факты про капитал Гюнтера Кванды, про то, что он там, как он там зарабатывал, хуй с ним. Но начать мне тут выворачивать, что Штокен был адом на земле и сравнивать его с Освенсумом, да еще используя, сука, двух жертв концлагеря в фильме, это низко, это отвратительно и по-скотски. Но на обывателя сработает? Сработает. А меня эта манипуляция взбесила. Очевидно, что если бы у создателей фильма стояла задача в принципе рассказать про ужасы концлагерей, то до Штокена они никогда бы в жизни не добрались. На фоне всех остальных лагерей смерти, где людей душили в газовых камерах, где были массовые расстрелы у стенки просто ради развлечения, где ставили медицинские эксперименты на людях, где резали людей, чтобы просто посмотреть, как оно устроено, где выкачивали кровь из детей и где люди ели друг друга просто чтобы выжить. На фоне всего этого кромешного ада на земле Штокен выглядит, блядь, не так уж ужасно. Да, это все еще ужас. Но из двух зол ты всегда выберешь меньше. Фильм очевидно манипулирует зрителем. Ну, по крайней мере пытается. Когда я видел нестыковки, что там фильм заявляет про БМВ, а потом говорит про Варту или там, когда пытались выставить Гюнтера Геббиса друзьями там, или когда пытались меня убедить в том, что Гюнтер заработал весь свой капитал на Второй мировой войне, вот когда я видел все эти недочеты, я еще, ну, сомневался, что это сделано намеренно. Я предполагал, что это, ну, может быть из-за тайминга, что авторам нужно было вписаться в один час хронометража или просто, ну, бля, впадлу было рассказывать детали. Но после такого откровенного пиздежа с концлагерями и попытками вот надавить людям на слезинку, я уже не сомневался. Фильм откровенная заказуха. Да, она сделана достаточно тонко, чтобы по первым страницам Википедии ты его не разрушил, но фильм откровенно выкручивает все, что можно и нельзя против Гюнтера Кванда. И в этом моменте я уже четко понимаю, что я не успокоюсь, пока не найду ответ на вопрос, почему появился этот фильм и кто все это дело заказал и зачем оно ему было нужно. Поэтому давайте, малек, отдышимся и пойдем дальше. Благо у нас нет никаких проблем, чтобы подышать свежим воздухом. Подышали? Давайте. Вдох, выдох, порядок? Могу? Отлично. Рабский труд. Когда идет большая война, использование труда военнопленных это повсеместная практика. Так делают все и всегда. Логика очень простая. Смотрите, когда идет освободительная война, когда какую-то территорию или страну освобождают от жуткого режима или там освобождают недавно завоеванную территорию, освободителям ничего не надо с этим делать. Они пришли, все население радуется, все их приветствуют и все счастливы. А для арнии радостное местное население означает в первую очередь то, что им никто не выстрелит в спину, никто не начнет диверсии, не появятся партизаны, никто не взорвет линию снабжения там и так далее. Все рады, все тебя ждали и никто против тебя замышлять ничего не будет. Но когда ты захватчик и тут тебе не рады, это совершенно другая история. Как только ты на секунду отвернешься, на тебя тут же нападут. Поэтому каждый человек для тебя представляет опасность. Единственное, как ты можешь себя обезопасить, это взять всех в плен. Ну, посадить за забор, там, поставить охрану и пристально за всеми наблюдать. Или по всему городку расставить, ну, там, какое-то количество солдат, чтобы они постоянно наблюдали, кто тут чё куда ходит, кто чем занят, все такое. Но когда у тебя слишком много пленных захваченных территорий, тебе это создает проблемы. Потому что, ну, людей надо как-то кормить, с ними надо что-то делать, их надо как-то контролировать, нужно выделять под это дело кучу солдат и военной техники, а у тебя война идет. Тебе бы это все пригодилось на фронте, а не для того, чтобы контролировать жителей деревни Нижней Залубки. При этом враждебно настроенных пленников ты на фронт не отправишь. Они моментально сдадутся врагу и будут еще потом против тебя воевать. Еще и кучу шпионской информации сольют. Поэтому, чтобы получить хоть какую-то пользу от захваченных людей, ты сгребаешь их в кучу и отправляешь работать на заводы. Они там и еду свою хоть как-то отработают. И пользу с них можно будет получить. Так всегда было, есть и будет. На всех больших войнах от Римской империи до современного мира. И в будущем будет все то же самое. Захваченная территория тебя либо радостно приветствует и становится полноценной частью твоей империи, либо захватывается в плен и утаскивается в рабство. На производство, каменолом, неугольные шахты и бла-бла-бла. Так вот, на производство Гюнтера Кванда во время войны работали военнопленные. Да, это факт. И в фильме это подается таким образом, что «У-у-у, ужасный человек совершал такие преступления, абсолютно безнаказанно». И все еще так описано, что складывается ощущение, что только Гюнтер так и делал. Но с точки зрения логики, обвинять хоть кого-то конкретного в том, что он использовал арабский труд в нацистской Германии, это очень и очень тупо. И вот почему. Небольшое перечисление, просто вам для контекста. Хугабосс, никому нафиг не нужная компания, которая стояла на грани разорения в 30-х, но выиграла госзаказ на разработку и пошив всей формы для членов нацистской партии. И в военное время почти весь рабочий состав — это военнопленные женщины со всей Европы. Пленных женщин надо же куда-то девать? Надо. Вот они у босса все и работали. А, кстати, их там еще всех постоянно насиловали, да. Охранишь предприятие, надо было как-то скрасить свои скучные будни. Вот они и развлекались. Молчит ли об этом семья Хугабосс? Помалкивает, да. Есть ли об этом фильм «Молчание, босс»? Очень хотел бы посмотреть, но пока что нет такой возможности. IG Farben и Bayer — химические и фармацевтические гиганты Германии. Мало того, что они использовали военнопленных, так они еще и не стеснялись ставить на них эксперименты. Помните, я вам говорил про испытания химического оружия на людях в концлагере, где вот там на людей выливали химикат и смотрели, насколько быстро он умрет? Вот самым эффективным химоружием было признано вещество «Циклон-Б», которое придумал и производил Farben вместе с Bayer. Угадаете главного заказчика концерна? А с Венцем, верно? То есть у Bayer и Farben военнопленные производили химикаты, чтобы этими химикатами потом убивали других военнопленных. И концерны зарабатывали на этом деньги. Да, представьте себе, какой кошмар. Да, химикат же не бесплатный, он же денег стоит. Есть ли молчание Bayer? Сейчас, сейчас, погодите, где-то, где-то... А вот молчание Bayer. Mercedes-Benz. На заводах работало 74 тысячи военнопленных. А заводы клепали военную технику, а также автомобили для всей верхушки руководства страны. 74 тысячи военнопленных, это, ну, вроде бы, бля, нихуя собачий. Но у нас же есть 15 тысяч людей в концлагере, Штокин. Ну, нахер нам этот Mercedes-Benz не сдался, пойдем, пойдем к нам и туда посмотрим. Да и в целом, похуй. Siemens, AEG, Bosch, огромный концерн Краб, завод Мистер Шмидт, Карл Цейс, просто любую немецкую компанию возьми. И в ней работали военнопленные. Любую. Даже на ебаном BMW, который уже существовал в то время и производил военную технику, даже, блядь, там работало 50 тысяч военнопленных. Но в военное время BMW еще не принадлежал Гюн Трукванду, поэтому... Ни в коем случае про BMW рассказывать не будем. Пойдем лучше наш Токин посмотрим, там варта, блядь, аккумуляторы, эти гюнтер этот ебаный, уууу, жуть кромешная. К 44-му году треть всех рабочих в Германии были военнопленными. Каждый третий рабочий руки в стране – это раб. Если для тебя, как для автора документального фильма «Использование рабского труда на предприятии» – это аргумент для медиа-атаки, тогда авторы молчания квандов должны были снять документалку вообще про всю промышленность Германии, а также про все ученое сообщество, ведь во всех конструкторских бюро и лабораториях тоже трудились военнопленные. И в сельском хозяйстве убирали поля и косили траву – военнопленные. И дороги строили военнопленные, и людей лечили – тоже военнопленные. Еще раз! Треть всех рабочих рук страны были плененными гражданами других стран. Кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, если у тебя была любая компания или организация в нацистской Германии, на тебя работали военнопленные. Без вариантов и условий. Рабы были везде. Зарабатывали компании на них деньги? Да, конечно. Все зарабатывали. Даже ебучий байер зарабатывал на том, что делал химикаты для убийства военнопленных, руками же этих же самых военнопленных. Но при этом есть у нас молчание байер, молчание мерседес, молчание фликов, молчание крапов, молчание поршень, молчание вообще хоть кого-нибудь. Нет! Есть только молчание квандов. И в этот момент я сижу с руками на голове и думаю, Гюнтер, блять, чё же ты такого сделал, что решили заплевать именно тебя? Могли же напасть на кого угодно. Притом на фоне всего того ужаса, который творился в Третьем Рейхе во Вторую Мировую, Гюнтер выглядит, блять, очень безобидно. Да, люди у кванта работали без должной защиты с аккумуляторами. Но вы думаете, что на каком-нибудь соседнем металлургическом предприятии и людям было прям по кайфу работать с расплавленным металлом? Смертность на предприятии относительно других у него была невысокая. И процент военнопленных тоже. Не знаю, мог бы хоть кого-нибудь, блять, палкой ёбнуть, что ли, хоть для приличия. Потому что на фоне того же самого байер называть Гюнтера преступником, ну, даже как-то неудобно. Ещё раз, мне глубочайшим образом поебать на Гюнтера, Геббельса, Гитлера или ещё на кого бы то ни было в этом материале. Я просто ищу логику. И если накладывать цифры друг на друга, то Гюнтер выглядит реально чуть ли не самым безобидным на фоне всего происходящего. Но напали именно на Кванда. Да ещё и спустя такой длинный отрезок времени. Кто-то ведь не поленился и отрыл все архивы, нашёл всех людей, перекрутил все факты таким образом, чтобы выставить Гюнтера сущим демоном, который построил свою империю на костях, а теперь его потомки сидят на лаврах в BMW и в хуй не дуют. Но если брать такую логику, то... Знаете, что ещё построено на костях? Вся, блядь, экономика Германии. И чё теперь, взять всю страну, вырвать из земли и в космос выкинуть, что ли? Короче, даже в военных преступлениях, на которые так сильно давит молчание Квандов, я не нашёл ответа на вопрос, почему существует этот фильм. И почему он снят именно про Квандов именно в таком тоне. Но вот эта нестыковка с BMW давала мне надежду. Почему фильм не говорит, что на BMW тоже использовали рабов? И он вообще не говорит про BMW в военное время. Хотя самый первый кадр документалки это концерн BMW принадлежит семье Квандов, они зарабатывают там миллиарды миллионов, вообще охуели. И раз уж авторы фильма ничего не говорят про то, каким же конкретно образом концерн попал в руки Квандам, плюс мы уже с вами знаем, что почти каждая реплика в этом фильме слегка так попахивает манипуляцией, очевидно, что там есть кое-что интересненькое для нас. И самое время разобраться, каким же конкретным образом получилось так, что BMW попал в руки именно Квандам. BMW, он же Баварский мотостроительный завод, существовал еще с 1913 года. 13-й год — это военное время Первой мировой войны. Изначально предприятие было создано для того, чтобы производить авиационные двигатели для войск Германии. Но после поражения Германии в войне всей стране было запрещено производить военную технику как таковую. Поэтому в послевоенное время BMW переключается на производство сельхозтехники, на тормоза для поездов, там, ложки, кастрюли, на всякую херню. И в целом, если посмотреть на некоторые модели BMW, то можно заметить, что кастрюли они все-таки производят до сих пор. И, кстати, факт в сторону. BMW — это же, ну, типа, сокращение от Bavarian Motor Vorkia. Если что, это переводится как Баварский мотостроительный завод. Поэтому BMW по-русски — это BMZ. Дарю вам это наблюдение. Теперь официально можно всем BMW-шникам говорить, что у них BMZ. В тот момент, когда экономика Германии более-менее пришла в себя после войны, BMW купил завод по производству автомобилей, плюс еще один завод по производству мотоциклов, и начал там потихоньку выпускать свои там тачки и двухколесные пепелации. Выпустили одну модель, другую модель, вот такого говна там сделали сколько-то штук, вот такого-то говна сделали сколько-то штук. Но это все фигня на самом деле. Потому что по-настоящему предприятие начало разрастаться, начиная с 1933 года. Ровно в тот момент, когда Гитлер пришел к власти. Одно из первых решений Гитлера у власти было создать свою армию с нуля. Пофиг на ограничения, срать я хотел, кто там что думает, будем делать армию. И, пожалуй, самым важным подразделением в будущей нацистской армии должно было стать Люфтваффе. Люфтваффе — это немецкие военно-воздушные силы. Истребители, бомбардировщики, вот эта вся херня. И Ауди РС-6. Потому что Ауди РС-6, ебать, ракета! Вся стратегия будущей войны была построена на том, что у Германии было серьезное превосходство в воздухе. Они перемещались быстро и нападали внезапно, и очень быстро разрушали всю оборону. Собственно, на Советы и на все остальные страны первыми нападали именно Люфтваффе. И так получилось, чисто случайно, что БМВ выбрали главным производителем всей военно-воздушной техники и основным поставщиком Люфтваффе. Поэтому развитие компании стало прям государственной задачей. И денег на концерн не жалели. На деньги страны строилось большое количество заводов, фабрик, лабораторий, испытательных полигонов и так далее. И все производственные площадки были раскиданы по всей стране. Но два основных производственных центра были рядом с Берлином и с Мюнхеном. Берлин и Мюнхен находятся в разных частях страны. Один вот тут, другой вот там. Запомните этот факт, он нам еще пригодится. Так вот, в период Второй Мирой войны, БМВ, это загибайте пальцы, крупнейший поставщик моторов для Люфтваффе, крупнейший поставщик двигателей для ракет, производитель самолетов для того же Люфтваффе, производитель грузовиков для военных нужд, производитель ракетного вооружения, производитель реактивных самолетов и реактивных двигателей, а также огромные научно-исследовательские центры, которые занимались разработками всяких вот новых типов техники, оружия, всего-всего. И благодаря войне и военному времени, БМВ из группы небольших заводников по производству кастрюл, там, тормозов для поездов, мотоциклов и всякого такого, превратился в огромного монстра по производству военной техники для Вермахта и для Люфтваффе. И большая часть из этого была построена на деньги государства. И, блин, и честно, мне очень нравится, что БМВ был главным поставщиком Люфтваффе. Во-первых, совершенно логично, что БМВ был самым главным там, где есть слово «люфт», а уж со словом «ваффе», я думаю, как-нибудь сами справитесь. Но вот война подходит к концу. И, как мы с вами знаем, завоевание Германии происходило с двух сторон. С запада шли союзники, это армия Британии, Франции и США, а с востока шли наши советские войска. Все мы знаем, что наша армия дойдет до Берлина, но фактически мы продвинемся сильно глубже внутрь страны и займем всю восточную часть Германии. А весь запад будет контролироваться союзными войсками. И вот у нас окончание войны, переговоры там и всякое такое. И одновременно с этим куча войск сидит по всей Германии. И логично, что никто никуда уходить не собирается. Потому что довольно сложно представить, что мы такие «Ну, ребята, знаете, мы вам тут все помогли, всех победили, да. Сейчас соберем всю свою армию и уйдем в освоясь». Нам ничего не надо. Отдаем вам страну на растерзание. Auf Wiedersehen. Mein Lieben. Точно так же союзные войска не собирались уходить из западной части страны. Ведь все захваченные территории, это там заводы, это производство, профессиональные кадры, ученые, месторождения и куча других полезных штук для любого государства. И никто ничего просто так отдавать не хотел. И вот у нас стоит две армии и смотрят друг на друга. И обычно, ну как бы, такие гляделки, блять, добром не заканчиваются. Поэтому, чтобы не продолжать бойню, было принято решение поделить страну на лопопам. Вся восточная часть, где торчат советские войска, отходит Советскому Союзу. И отныне будет ГДР, Германская Демократическая Республика. Она же Восточный Блок. А вся западная часть, где хозяйничают войска союзников, становится ФРГ, Федеративной Республикой Германии. Она же Западный Блок. Притом отдельный кек был в том, что, ну, вот Берлин находится прямо посередине Восточной Германии. Прямо внутри Восточного Блока. Но его тоже поделили на части. Часть Берлина относилась к Западному Блоку, а часть к Восточному. Хотя, напоминаю, ну, Берлин посередине прямо Восточного Блока. И, по идее, должен был быть весь наш. Но это же столица. Поэтому давайте тоже мы это дело как-нибудь попилим. И именно поэтому как раз-таки в Берлине появилась вот эта вот известная на весь мир Берлинская Стена. Как раз-таки для того, чтобы отгородить одну часть влияния от другой. А делить столицу нужно было, потому что в Берлине было много чего интересного. И просто так отдавать его Советскому Союзу никто не хотел. Ведь как ни крути, а Берлин это столица. И у нас там, ну, офисы всех производств, банки, правительственные учреждения, там, производство, вся хуйня. И это все очень большие бабки и ресурсы. И вот с таким ракурсом мы теперь возвращаемся к БМВ и к Квандам. Помните, я 10 минут назад просил вас запомнить, что производственные узлы БМВ, вот, основные, находились в Мюнхене и в Берлине. И что это разные части страны. Ну вот, БМВ и попал между двух огней. Так как Берлин теперь это восточный блок под СССР, а Мюнхен это западный блок под контролем союзников. Плюс, основные производственные мощности находились под Берлином. А конкретно в Бранденбургском промышленном районе. Это такая огромная промышленная зона под Берлином, где стояло ебическое количество заводов. В этом промышленном хабе были производства не только у БМВ, а чуть ли не у каждой большой компании. И все эти заводы Советский Союз просто взорвал. Звучит странно. Да, но логика простая. Так как сразу после Второй мировой войны у нас началась холодная война, а наши войск были очень побитым после войны, Советы боялись, что Западная Германия вместе с союзниками нападет на Восточную. Союзники все эти заводы нахер отнимут и будут там делать военную технику. А зачем дарить врагу производственные мощности? Правильно. Незачем. Поэтому бум и нет проблемы. И нападать незачем. И вот ты, БМВ, еще пару лет назад ты король промышленности Германии. А теперь почти все твои производственные площадки либо взорваны, либо отняты союзниками. Ведь надо понимать, что США, Франция и Британия, они вот не сидели на захваченных территориях просто так. Все, что уцелело от бомбежек, откручивалось, отпиливалось и отправлялось за границу. По-умному это называется экспроприация имущества проигравших, а по-русски все тупо спиздили. Поэтому, даже если хоть какие-то заводы у БМВ и оставались, то от этого было не легче, так как все полезное тут же отвинчивалось и уезжало в неизвестном направлении. Плюс всех твоих ученых из всех твоих лабораторий тоже увезли из страны, так как они там нужнее. И по итогу от твоей промышленной империи у тебя осталось несколько локальных заводов, офисное здание с бумажками и пара пустых лабораторий. Все. При этом все, что ты умел делать до этого как компания, это оружие и военная техника. А теперь тебе ни то, ни другое производить нельзя. Да и производить негде и некем. И что делать? Правильно. Хуй знает, что делать. Вот БМВ ничего и не делал. Натурально. Остаток руководства концерна не мог ни о чем договориться между собой и просто сидел и срался с утра до вечера. Параллельно с этим Гюнтер Кван сидит в тюрьме. По версии фильма он же не получил никакого наказания, и вот он собственно и сидит абсолютно безнаказанный в тюрьме. Очевидно, что после поражения Германии абсолютно всех людей, кто имел хоть какое-то отношение к нацистскому режиму, вот их всех переловили и посадили по тюрьму и лагерям. Пока все остальные будут думать, что блять с ними делать. Гюнтер сидел в каком-то там лагере и писал мемуары о том, насколько он был яростным противником режима, насколько сильно не любил Гитлера и бла-бла-бла. Понятно, что все, о чем он там писал, типа это надо делить на 10, так как человек в тюрьме напишет, ну, все что угодно, лишь бы его оправдали. Поэтому всю эту билиберду мы пропустим мимо ушей. Но что нам прям важно, так это вот всего одна цитата из его дневника. Что до предприятий и компаний, на которые я потратил лучшие годы своей жизни, они потеряли значительные активы и производственные мощности, чего нельзя не заметить. Я признаю, что эти потери ничто в сравнении с всеобщей катастрофой, которая коснулась немецкого народа. Однако мне очень больно. В каждый потерянный завод, в каждый станок были вложены мои мысли, планы и чаяния. И это правда. При разделении страны надвое Гюнтер потерял как минимум половину своей империи. А скорее всего даже больше. Он потерял все счета в берлинских банках, все свои заводы около Берлина и во всей Восточной Германии. Даже те старые суконные фабрики, с которых начинал его отец, которые когда-то там давно шили форму для флота, даже они остались в Восточной Германии. Понятно, что какую-то часть капитала удалось сохранить, но невозможно сказать, сколько именно у него осталось или сколько конкретно он потерял. Просто потому, что это невозможно было сделать чисто физически. У вас страна разделилась на четыре части, на четыре зоны оккупации, на советскую, американскую, французскую, британскую. И никто между собой ничем не делится, никто просто так никакую информацию друг к другу не сливает. У всех просто включен режим хомяка, лишь бы со своего куска земли унести побольше. И все. Все остальное никого не интересует. Поэтому просто невозможно найти какие-то точные данные о том, ну сколько там потерял Гюнтерквант или там не потерял, неважно, так как таких бумажек тупо не существует. Но он точно потерял минимум половину, а скорее всего даже больше. Просто исходя из того, что у него было очень много контор и предприятий и банковских счетов в Берлине. Потому что ну что-что, а потерять столицу своего государства ты не рассчитываешь ни при каких раскладах. Да, могут прийти, могут захватить, но потом все равно в какой-то момент отдадут, ведь стране же как-то нужно существовать. А то, что Берлин и вся восточная часть Германии станет отдельной вражеской страной, вот такого вообще никто предположить не мог. Поэтому Гюнтер во время войны никуда свои активы из столицы и не переводил. И из страны он деньги тоже не выводил. Фактически после войны у него осталось Варта, ну то самое предприятие по производству аккумуляторов. Точнее половина этой компании, так как головной офис и один из заводов находился в Берлине. Также у него остались колейные шахты Винтершол. И это тоже от них осталось половина, потому что месторождение находится ровно бля посередине между западной и восточной Германией. И также у Кванта остался заметный пакет акций Даймлер. И то, и другое, и третье было у Кванта еще и до Второй мировой войны. Он приобрел их сразу после первой. Поэтому в этом моменте нам фильм тоже тут как бы слегка подпездывает, что вот после Второй мировой у него остались те активы, которые там... Нет. Кстати, авторы могли бы в фильме совершенно спокойно показать производство Даймлера с военнопленными. Квант ведь имел порядочную долю акций предприятия, и военнопленных на Даймлере было ну типа 74 тысячи штук. Ну нахер надо это показывать? Начнешь какие-то разные цифры показывать, люди думать тут начнут, а нам такое в фильме нахуй не надо. Тоже мне они, бля, думать тут решили. Смотри на дедулю, который там по кустам ходит, и не выебывайся, другой мой зритель. Короче, Квант сидит в тюрьме и ждет приговора. И фильм говорит нам, что Квант не понес никакого наказания. Ну это же ложь. Потому что Квант был признан виновным. И, собственно, получил полтора года тюрьмы. Который он и отсидел, пока шло как бы все разбирательство. И также, помимо, ну собственно, лишения свободы, он получил несколько ограничений. Типа там не мог управлять бизнесом, не мог находиться в советах директоров. Но это юристы потом спустя время отбили. И может показаться, что как бы, ну, полтора года это какая-то сущая фигня. И я тут с вами согласен. Но вот как это было устроено. Был развернут огромный судебный процесс. В котором, по сути, судили всех нацистов от мала до велика. И в историю он вошел как нюрнбергский процесс. В нем судили не только верхушку партии, там, типа, и всех военных генералов. А вообще всех, кто так или иначе мог быть связан с нацистами. Если полезть в гугл, то по первым ссылкам будет как бы все выглядеть так, что там судили вот только военных генералов и высший состав партии. Но это не так. Судили вообще всех, до кого могли дотянуться. Даже рядовых граждан. Понятно, что это, типа, не выглядело там, как военный трибунал. С обычными людьми были процедуры попроще. Но так или иначе, через деноцификацию прошли все. И, кстати, по итогу всех судов и разбирательств, верхушку власти и почти всех генералов казнят. Ну, точнее, казнят всех тех, кто не успел убить себя самостоятельно. Ведь, ну, все же из нас слышали, что Гитлер там застрелился у себя в бункере под конец войны. Все мы слышали. Так вот он был такой не один. А вслед за ним отправилось еще несколько высших чинов партии, а также Геббельс вместе с Магдой и их шестью детьми. Помните нашу сладкую парочку твикс? Вот за время, пока существовал режим, Магда успела родить еще шестерых детей. И раз уж я тебя породил, сначала Магда и Геббельс дали ампулы с ядом своим детям, а потом и сами себя отравили. А все потому, что родители решили, что детям не стоит жить в том мире, в котором не будет их славного лидера. Это не шутка. Цитата из предсмертного письма Магды. Наша прекрасная идея умерла, а с ней все самое прекрасное, удивительное, благородное и хорошее, что я знала в своей жизни. Мир, который будет после фюрера и национал социализма, больше не стоит того, чтобы в нем жить. И поэтому я оставила с собой своих детей. Они будут страдать в жизни, которая будет после нас. И милостивый бог поймет, почему я своими руками избавляю их от всего этого. Я даже представить боюсь, что было в головах у этих людей, чтобы совершить такой поступок. Но возвращаясь к послевоенным судам. Хотя есть ощущение, что надо бы вас немножечко развлечь шуткой после такой грустной информации. Знаете, чем отличается Гитлер до самоубийства и после? Размером отверстия. Секунда ожидания. Мы прожили эту шутку. Давайте двигаться дальше. Помимо военного трибунала над всеми генералами и лидерами партии, были еще отдельные процессы над промышленниками. Нюрнбергский процесс — это 12 отдельных процессов. И 9 из них были над всякими группами промышленников. Потому что делить побо с промышленников — это куда интереснее, чем вешать военных преступников. Да. Естественно, Гюнтер был на скамье подсудимых. И он там был вообще не одинок. Если у тебя работал хотя бы один человек, и тебя поймали за руку, то, ну как бы, добро пожаловать в суд и в тюряжку. Суд подробно изучал вклад конкретного промышленника в войну, кто там че какой жести натворил, кто был ярым сторонником Гитлера, там, бла-бла-бла. И, само собой, если бы можно было хоть как-нибудь докопаться до человека, то суд с большой радостью бы и докопался. Но адвокаты Гюнтера смогли доказать следующие штуки. Первое. Гюнтер вступил в партию только лишь потому, что Геббельс угрожал у него отнять ребенка. Помните, что у Геббельса и Магды был, ну, ребенок Гюнтера на руках, которого они там еще использовали во всей пропаганде? Кивните, если да? Молодцы. Вот этого-то ребенка как раз у Гюнтера и угрожали отнять. Если он не вступит в партию. И адвокаты это доказали. С перепиской, с выдержкой из дневников Геббельса, там, типа, всяким таким. Плюс было тонна показаний и свидетелей, что Гюнтер и Геббельс терпеть друг друга не могли. Второе. Гюнтер не сколотил свое состояние на военнопленных. И это, ну, было доказать проще всего, так как вот вам бумажки о владении компаниями до Второй мировой войны, вот изучайте, там все написано. Третье. В пользу Гюнтера свидетельствовало очень много евреев, которым он помогал выехать из страны в тот момент, когда вот начинало пахнуть жареным. Потому что в тот момент, когда за евреями была объявлена охота, всем людям, которые работали у Гюнтера инженерами, управленцами, там, бла-бла-бла, он всем выбивал билеты на поезда и выделял премии, чтобы у них были хоть какие-то деньги на первое время. И все это было еще до войны, в период с 1933 по 1939. И адвокаты смогли найти несколько человек, которые свидетельствовали в суде, что Гюнтер им действительно помогал. И, короче, после всех разбирательств суд решил, что вот те полтора года, которые Гюнтер отсидел, пока шел весь процесс, вот этот срок мы тебе засчитываем в наказание, и теперь все, давай, вали на все четыре стороны. И может показаться, что суд был как бы, ну, какой-то, типа, снисходительный к промышленникам, но это не так. Для примера, Альфред Круп, владелец концерна Круп, который добывал уголь, делал сталь, там, производил танки, вот этого чувака посадили на 12 лет с конфискацией всего имущества, и плюс еще весь концерн подлежал ликвидации. А все потому, что Круп был прям ярым последователем Гитлера. И вот те самые химикаты на завтрак для военнопленных производились именно на его заводах. Фридриха Флика, самого богатого человека Германии, вот с таким списком компаний, посадили на 7 лет. И отобрали половину компаний. Тоже потому, что чувак, ну, прям радовался нацистам, он выделял им бабки, обожал Гитлера и так далее. Мысль простая. Если были свидетельства о том, что ты был прям сторонником режима, и суды нашли, за что тебя посадить, с радостью бы посадили, и концерн бы отобрали. Можно, конечно, подумать, что Гюнтер там каким-то образом откупился, но я слабо в это верю, так как если бы была такая опция, то Флик и Круп, и еще, блядь, десяток промышленников тоже бы спокойно откупились. У них денег и влияние было на порядок больше, чем у Гюнтера. Хоть там, ну, как бы Квант был и влиятельным промышленником, да, он был далеко не самым главным. А дальше, как ни странно, идет очень нудная однообразная шляпа. И я бы мог вам последующие 50 лет рассказать прям со всеми подробностями, с выкладками материалов, но это вот, блин, реально тот случай, когда проще достать пальцы и быстренько на них все раскидать. Дайте мне 10 минут, и вы все у меня поймете. Да и к тому же 10 минут я могу продержаться только с помощью пальцев. Когда Гюнтер Квант вышел из тюрьмы, а это там 46-й год, ему на этот момент 65 лет. Так себе молодой стартапер, и он это понимал, само собой. Поэтому главной задачей для него было, что называется, ну, привести дела в порядок. Это нужно там передать свое имущество наследникам и сделать это таким образом, чтобы они там между собой не пересрались. Благо претендентов было немного. У Гюнтера было два сына. Одного из них мы с вами знаем. Это Гарольд Квант, вот, типа, тот самый шкет из рекламы Геббельса. И к моменту войны он уже был прям, ну, взрослым парнем. Ему было там примерно 20 лет, и всю войну он воевал. В том числе потому, что так нужно было для пропаганды. Мол, вот он, достойный сын Отечества, воюет, молодец. И, кстати, именно потому, что Гарольд находился на фронте, его не убили вместе с остальными детьми Магды в бункере Гитлера. И предсмертное письмо Магды, которое я цитировал, было адресовано именно Гарольду. Единственному сыну Магды, который, ну, остался жить. Гарольд прошел всю войну и участвовал в большом количестве реальных боев, и конец войны он встретил в плену. Но довольно быстро оттуда выбрался. Не потому, что Квант отмазал его за бабки, а потому, что не было свидетельств, что сын участвовал в военных преступлениях. В концлагерях никого не расстреливал, химию ни на кого не выливал. Он просто, ну, как бы, воевал на фронте с оружием в руках. А по тому времени это не считалось военным преступлением. Второй сын Гюнтера — это Герберт Квант. От рождения был очень слабым и больным ребенком, и у него были прям серьезные проблемы со зрением. Поэтому в армию его, собственно, и не взяли. А проблемы со зрением у него были, ну, прям, нешуточные. Он всю жизнь ходил вот в таких очках, а к своим 50 годам уже, ну, практически полностью ослеп. Но, несмотря на здоровье, он был сообразительным малым. И Гюнтер его прям натаскивал на то, что в какой-то момент он встанет у руля всех больших компаний семейства Квант. Еще с 14 лет отец его устраивал на самые базовые должности в компаниях, типа, там, помощником на производственной линии, к бухгалтерам в кабинеты, к финансистам, к закупщикам, и вообще вовсюда, чтобы паренек знал все компании отца от и до. А к моменту Второй мировой Герберт Квант уже вот был прям правой рукой Гюнтера, и заправлял целыми заводами. И вот как бы очевидно, что надо между вот этими двумя ребятами поделить все компании. Но один из них это опытный управленец, а второй только с войны вернулся. Поэтому второго нужно обучить, что-то типа, смотри, вот компании, вот ими надо управлять, там, все такое. А потом делить бизнес таким образом, чтобы вояки достались, ну, прям, стабильные и простые компании, которые вот просто вот не трогай, и все будет хорошо. А управленцу можно отдать все сложные компании, где нужно прям, ну, сидеть и шевелить мозгами. И так, собственно, Гюнтер и сделал. Надо сказать, что братья между собой очень хорошо ладили. Они оба понимали, что один умный, второй надежный. И в любом случае им двоим нужно будет со всем этим агроментным колхозом что-то делать после смерти отца. Поэтому нет никакого смысла сражаться между собой, а лучше, ну, просто работать в союзе. Гюнтер Квант умер 30 декабря 54 года, спустя 9 лет после окончания войны. После выхода из тюрьмы он уже мало занимался бизнесом и всеми делами, по сути, рулил сын Герберт. И все, что делала семья бизнесменов в это время, то же самое, что и всегда. Они просто развивали свои предприятия и продолжали держать нос по ветру, чтобы в нужный момент что-нибудь новенького прикупить. И в какой-то момент повеяло запашком со стороны БМВ. Расклад у нас какой? 60-й год примерно. Гюнтер Квант уже там 6 лет как общается с Господом Богом, а всеми делами рулят братья. А БМВ в 60-м стоит на грани пропасти. Они после войны не показали ни одного года в прибыли. Одни сплошные убытки, производят всякую хуйню, все валится из рук. Они уже к тому моменту начали производить какие-то автомобили, но проблема была в том, что это были именно, ну, какие-то автомобили. Они все кривые, косые, качество ужасное, конвейер неэффективный, бла-бла-бла. Ну, блядь, типичный БМВ. Когда государство все заливало деньгами, тогда вот нормально получалось работать. Да. А когда пришлось жить на свои, сразу что-то как-то все пошло прахом. А проблема была в том, что концерном управляло очень большое количество людей. В Баварии так исторически сложилось, что акции БМВ принадлежали, ну, прям, реально большому количеству людей. И они никогда не могли договориться между собой, а пускать кого-то с улицы, чтобы тут пришел и свои порядки навел, они не хотели. Мол, БМВ, это наша гордость Баварии, мы тут сидим по уши в говне и никого слушать не хотим. Вот представьте, сидит толпа мужиков, все друг на друга орут, все друг другу обещают дать пизды, никакого адекватного решения принять не могут. И так продолжается 15 лет, даже не 8. Представили? Вот это был совет акционеров БМВ в то время. Компанию довели до того, что на ней, а, ебические долги, б, вообще хер пойми, за счет чего вырулить всю эту ситуацию, в, все, что производит концерн, это говно, сертифицированное и за деньги. Производят мало, поставляют не в срок, оно разваливается, и оно дороже конкурентов. Типичный БМВ. Единственный выход это поглощение. Чтобы пришел кто-то, выкупил все, вложил херовую кучу наличных денег, вот прям бабки из кармана вынул, положил и такой, давайте переделывать. И надеяться, что это когда-нибудь сработает. И вот этот запашок и учуял Герберт Кван. У него был небольшой пакет акций БМВ, он давно наблюдал за компанией, наблюдал за всеми срачами внутри, но он был, по сути, очень маленьким акционером и никаких решений не принимал. И вот он видит возможность, что можно попытаться договориться с акционерами, купить контрольный пакет, влить кучу своих денег в косое предприятие и добровольно отправиться в менеджерский ад попеределывать в здоровенной компании. Притом этот запашок учуял не только Герберт. Рядом с ним вокруг трупа БМВ наворачивал круги Даймлер, у которого было все хорошо с деньгами, а также Крайслер, у которого вообще все было хорошо с деньгами. И понятно, ты можешь быть, ну, типа, сколько угодно богат, но с большими корпорациями ты все равно по баблу потягаться не сможешь. Поэтому Герберт сделал следующее. Он пришел на собрание акционеров и такой. Смотрите, пацаны, ситуация следующая. Нам пизда. Компания в любом случае должна продаться. Мы генерируем убытки по 15 миллионов марок в год. На компании огромные долги, и, как бы, ну, без наличных денег мы скоро не выживем. Через год мы не сможем платить рабочим, мы не сможем платить поставщикам, и мы просто схлопнемся. И вот в тот момент уже кто-нибудь придет и купит нас, блядь, за целый доллар, и мы все пойдем курить бамбук. Поэтому надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше. Из вариантов. Либо нас покупает Даймлер, ну, либо Крайслер, не суть важно, и тогда БМВ становится очередным брендом в их линейках, и ничего, пиздатого уже, ну, не сделает в принципе. Либо я, Герберт Квант, могу лично рискнуть своим капиталом, вложить деньги в компанию, и в таком случае БМВ останется жить независимой компанией. Я в нее верю, и я хочу сделать БМВ величайшим автопроизводителем на свете. Но, как вы понимаете, если я вваливаю ахуляр в своего бабла, то в таком случае я забираю 51% акций, и буду полностью управлять предприятием, как мне вздумается. И либо вы мне доверитесь, и тогда, возможно, когда-нибудь мы с вами заработаем через много-много лет, ну, типа, точно не в ближайшей перспективе. Либо вас поглотят, а там уже, ну, как получится, так получится. Ему пришлось примерно год продавливать эту идею через совет директоров. Но все-таки у Герберта получилось. Он смог под свои личные финансовые гарантии и под свои личные 40 миллионов марок забрать 51% компании. И надо сказать, что с точки зрения финансов это было чистым безумием. Вот что Герберт писал у себя в дневнике. Цитата. «Для меня означало, что в 1960 году я могу принять тяжелейшее решение в своей жизни, которое касалось непосредственно моей семьи и меня самого, поскольку именно нам пришлось бы взять на себя все риски. Я в какой-то мере стоял на распутье, так как я должен был либо понеся огромные убытки отказаться от своей доли и потерять БМВ, либо принять на себя все обязательства и риски». И тут же рядом следующая цитата. «Этим решением я определенно приблизил свое счастье». Купить БМВ определенно точно было самым рискованным движением за всю историю семьи Квант. Так как на тот момент ввязываться в БМВ означало рискнуть всем наследством семьи. Вот всем, что строил дед, что строил отец, и что сам Герберт Квант, управляя там компаниями 15 лет, построил, вот это все БМВ могла утянуть за собой в ад. Из простой сухой финансовой логики это нельзя было делать, блядь, ни при каких раскладах. Но Герберт очень сильно любил БМВ. Честно, я хуй знает почему. БМВ тогда выпускала 503-ю модель и 507-ю модель, а также, ну там, типа, несколько мотоциклов. Но это были, блядь, были просто машины и просто мотоциклы. У конкурентов тачки были сильно лучше. Я сколько ни копался в книгах, я нигде не нашел четкого ответа. Во всех дневниках Герберт писал, что, ну, просто люблю и все, вот, вот, всегда мечтал сделать БМВ величайшим брендом и мечтаю. Всегда любил их машины и буду любить. И вот я рискнул своим состоянием и вообще не пожалел. Чтобы не вдаваться в лишние детали, просто вам несколько цифр. От 45-го до 60-го года компания показывает убытки и трещит по швам. В 58-й год убытки были что-то порядке 12 миллионов марок, в 59-й 15 миллионов марок. В 60-м Герберт со своим братом забирает компанию, и спустя 3 года, всего лишь 3 года, в 63-м компания показывает прибыль. А к концу 60-х, типа там в 68-м, в 69-м, концерн производил уже по 145 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, на момент прихода Кванда в 60-м объем продаж был буквально пару-тройку тысяч в год. Братья меньше чем за 10 лет смогли увеличить объем продукции примерно в 50 раз. Во всей послевоенной Германии, в стране, которая полностью лежала в руинах, не было ни одной такой же немецкой компании, которая развивалась бы такими же темпами, как и BMW. Единственные компании, которые развивались быстрее, это иностранные бренды, когда там, ну, Штаты или Великобритания вваливали огромное количество денег и помогали всеми возможными методами. А BMW был свой, доморощенный, потому что существовал полностью на свои деньги и на те инвестиции, которые когда-то там вложил Герберт. И по сравнению с теми капиталами, которые текли в страну после войны, несколько десятков миллионов Кванда выглядели просто смешно. Но Герберт Квант практически поселился в компании. Он менял людей, менял конвейер, выстраивал работу складов, подрядчиков, наводил порядок в финбалансе и все это он делал сам. Точнее, вместе со своими помощниками, так как к тому времени Герберт уже практически ослеп. Он приходил на запуски новых моделей и ощупывал их руками, так как увидеть он их не мог. И прокатиться на них он мог только пассажирам. Но это вообще его не останавливало. Если стоит задача сделать BMW величайшей компанией, то он это сделает. Потому что его так воспитали. Этот человек на своем собственном горбу вытащил BMW из пропасти в лидер мировой индустрии. Да, благодаря его отцу у него были деньги на то, чтобы купить компанию. Но Герберт купил убыточную компанию в долгах, которые делало говно задорого. Взять полумертвый промышленный труп и сделать из него процветающую компанию, ровню мировым автомобильным гигантам, а потом еще и навязать конкуренцию американским компаниям, у которых всегда все было хорошо. Это дорогого стоит. Таких примеров в автомобильной истории ты доядом и с тобой. И Герберт был по-настоящему талантлив как менеджер. А у его отца, у Гюнтера Кванда, получилось вырастить гениального управленца. Я могу бесконечно петь дифирамбы Герберту Кванду, который за ближайшие 20 лет вытащит BMW из грязи в князе. Я могу бесконечно рассказывать, как при этом человеке появилась модель 1500, один из знаковых автомобилей Европы. Я могу рассказывать, как при Герберде Кванде мир увидит пятую серию BMW, а вслед за ней третью, а потом еще и седьмую серию BMW. Я могу долго рассказывать, какую историческую революцию в автомобильном мире произвели эти автомобили. И также я могу рассказывать, как под управлением этого человека расцвел концерн, который влюбил в себя весь мир. И насколько великолепные автомобили делал BMW в 70-х и в 80-х. Но знаете что? Это не даст ответа на вопрос, почему существует молчание Квандов. Там нет этого ответа. Я под микроскопом изучил всю жизнь Герберта Кванда и концерна BMW под его управлением. И там нет чего-то такого, чего бы ни делал Мерседес, Фольксваген или там любая другая большая автомобильная компания. Они все делали автомобили. Все вместе. Даже Opel, прости господи, все точно так же, как и у всех. И Мерседес делал легендарные автомобили, и Ауди делала, и Фольксваген делал, и BMW делал. Все рубль, сука, в рубль. Единственное, что отличает BMW, это две вещи. Первое, что компанию пришлось вытягивать из огромной финансовой пропасти. Второе, ебучее молчание Квандов. Такая херня есть только у BMW. Ни одна немецкая автомобильная компания не удосужилась, блять, чести быть облитой помоями на весь мир. И после всей этой длинной херни про нацистов, про арабский труд, про концлагеря, про бизнесы Квандов до Второй мировой войны, до Первой мировой, вообще вот после всей этой огромной хуйни, может показаться, что мы в тупике. И это действительно так. Копать дальше вглубь нет никакого смысла. Зато я хотя бы убежден в том, что это все не просто так. Если бы у авторов молчания Квандов стояла задача рассказать про ужасы нацизма, или про ужасы концлагерей, или про арабские трудно-промышленных объектов, то можно было подобрать куда более красочные примеры, нежели Кванды и BMW. Стопудово! Я руку даю на отсечение. Но досталось именно им. Соответственно, перед кем-то стояла задача замочить в медиаполе именно Квандов, вне зависимости от того, что на самом деле происходило. И если смотреть фильм внимательно, то ты видишь все эти нестыковки, все эти логические ошибки, попытки выдавить слезу, и ты понимаешь, что тут тебя наебывают. А если смотреть и слушать жопой, то потом мы с вами имеем то, что имеем по всему интернету. BMW сделали нацисты. Такие дела. Но в тот момент, когда ты упираешься, и не знаешь, куда копать дальше, в первую очередь надо остановиться. Надо просто перестать закапываться все глубже и глубже, так как это бессмысленно. А вот что имеет смысл, так это сделать шаг назад и с новыми данными посмотреть на всю ситуацию в общем. В нашем же случае вернуться назад означает задать себе всего один вопрос. Хорошо. Допустим, мы не можем понять, почему напали на BMW. Но давай посмотрим, а были ли еще какие-нибудь прецеденты, когда немецкую компанию хотели заплевать за ее нацистское прошлое. Или и в этом случае на Квандов и BMW напали первыми. И вот на этот вопрос у меня есть ответ. И Кванды с BMW тут далеко не первые. В 1995 году развернулся судебный процесс против швейцарских банков, который гремел на весь мир. Всемирный Еврейский Конгресс. Да, есть такая организация. Совместно с политиками и юристами из США подали коллективный иск на швейцарские банки. Мол, они вот до сих пор удерживают у себя деньги евреев, пострадавших от Холокоста. Холокост — это геноцид евреев, которые устроили нацисты во Вторую мировую. И это судебное разбирательство было очень серьезным делом, про которое писали все мировые СМИ в то время. В двух словах вот в чем суть. Есть Всемирный Еврейский Конгресс. Это такая шобла-ёбла, которая занимается правами евреев по всему миру. Штаб-квартира организации находится где? Верно, в Нью-Йорке. Почему не в Израиле? Ну, так сложилось, знаете ли, по кристально чистому стечению обстоятельств. Короче, собирается Конгресс и решает, что Швейцария как-то недобросовестно себя вела во Вторую мировую. И надо бы ее наказать. Собирается коллективный иск, находится какое-то количество пострадавших, собирается группа юристов, которые готовы за это все дело взяться, подключаются американские политики, и вся эта толпа подает дело в американский суд в Бруклине. Это тоже Нью-Йоркес еще. Суть обвинения была примерно в следующем. Вот у нас было какое-то количество евреев, у которых были счета в швейцарских банках во времена Второй мировой. Но в ходе Холокоста этих евреев убили в концлагерях. А счета-то остались? Остались. И родственники погибших якобы не могли получить доступ к этим счетам, так как у них на руках не было свидетельства о смерти. Как можно догадаться, в концлагерях эти бумажки, ну, не сильно оформлялись. А швейцарский банк, это, ну, не та контора, куда ты можешь зайти с ноги и потребовать доступ к чужому счету. Даже если ты родственник. Да и справедливости ради, ты ни в каком банке так сделать не можешь. Нельзя просто прийти и на словах договориться, чтобы тебе отдали счет твоего мужа, жены, родителей, там, кого угодно. Если у тебя есть документы на руках, что там кто-то умер, там, или там наследник, там, что-нибудь такое, типа, то пожалуйте. А без бумажки ты какашка. Совершенно нормальная позиция для любого банка. Особенно для швейцарского, которые славятся на весь мир тем, что они яростно защищают своих клиентов от любой херни. Но вот приходят ребята в суд и такие, мы знаем, что у них там миллиарды и миллиардов лежат на счетах, а вы их не отдайте, ну-ка быстро, блять, отдайте. И при этом никто не задается вопросом, а почему никто об этом 50 лет не вспоминал, а тут что-то как-то все внезапно вспомнили, это как бы ладно, не сильно важно. Важно то, что банки в целом их спокойно могли послать нахер. Есть процедура, есть договор с клиентом, который он подписывал при создании счета, и мы просто выполняем свои обязательства по этому договору и по нашим процедурам. Идите нахуй, дверь вон там. Но так как Всемирный Еврейский Конгресс, это довольно влиятельная штука в США, они подключают политиков к этому делу, и политики начинают давить на Швейцарию, что если вы типа не будете сговорчивыми, то мы закроем рынок США для вашей продукции, наложим санкции, обоссым вас во всех СМИ и все такое. Что-то мне это, блять, напоминает, только не могу вспомнить, что. Вы виноваты во всех смертных грехах просто потому, что мы так решили без суда и следствия, и если не падаете на колени перед нами, то мы будем вас обкладывать санкциями. Что-то вот прям вот на языке вертится, но не могу вспомнить, где же я это уже видел. Так или иначе, скандал выходит на правительственный уровень, там даже Билл Клинтон поучаствовал. И швейцарцы понимают, что как бы, ну, в эту залупу лезть не стоит. И такие, хорошо, ладно, давайте мы все расследуем, присылайте своих финансистов, мы вместе с ними все посчитаем, найдем все счета и все родственникам передадим. Кстати, еще забавный факт, что из всех доказательств, ну, типа, что швейцарские банки скрывают у себя счета, у обвинения был всего один охранник, который когда-то там, в каком-то там банке работал, и он видел, как какие-то бумажки в какой-то шреддер кто-то засовывает. У них там точно сотни и сотни миллионов долларов спрятаны. Точно, я видел, что за конкретно бумажки я, ну, как бы не видел. Но это точно связано с еврейскими счетами. Пруфы надежные, как пьяная жена Америка на корпоративе. Короче, приезжает комиссия из американских финансистов, лезет во все бумажки и постановляет, что все счета жертв Холокоста, плюс счета нацистов, которые там как-то воровали деньги у евреев, вот это все вместе, это 95 миллионов швейцарских франков. Это примерно 37 миллионов долларов на то время. Абсолютная хуйня и копейки для событий такого масштаба. Но парни как решили сделать? Они такие, ну, можно же на эту сумму еще накинуть процент по банковскому вкладу, ведь деньги всю эту дорогу лежали в банке. Лежали, вот. И за 50 лет эта сумма должна была умножиться в 10 раз, вот. То есть итоговая сумма выплат должна быть 379 миллионов долларов. В этом моменте любой нормальный финансист начнет ржать, потому что это слишком много. Для того, чтобы у вас какая-то сумма на банковском вкладе умножилась в 10 раз за 50 лет, вам нужно иметь ставку около 18% годовых. Вы где-нибудь такие вклады видели, чтобы на 50 лет положить что-то под 18% годовых? Я вот не видел. И любой нормальный финансист тоже, но пофиг. Банки были готовы выплатить и такую сумму, лишь бы просто вот замять конфликт, хер с ним, с точными процентами. Но после заключения комиссии, что надо заплатить 379 миллионов долларов, сторона обвинения такая Отлично, мы все доказали. Поэтому, пожалуйста, нам полтора ирда долларов. Я не шучу. Сторона обвинения, это еврейские конгрессы и юристы США, они прислали свою комиссию. Она нашла 379 миллионов долларов, но выплатить надо полтора ирда. Почему? Потому что, блядь, нацисты, вы что, не понимаете, что ли? В итоге договорились на 1 миллиард 250 миллионов долларов, которые банки должны были заплатить не пострадавшим евреям, а в израильский банковский фонд, который там уже сам разберется, вы не переживайте. Притом, они не выиграли суд. Они договорились в досудебном порядке. Просто давлением и черным пиаром против Швейцарии. И денежки переводим не пострадавшим. А вот сюда, на наш счет, пожалуйста. Надо сказать, что, ну, действительно существует большой срач по поводу того, что Швейцария помогала отмывать нацистам бабки. И через нее реально шло много бабла. Реально так. Но если брать вот это конкретное дело, то тут ребята предъявляют иск, присылают свою собственную комиссию, она находит всего лишь навсего 380 миллионов, и то очень криво посчитанных, а по итогу отжимают 1,2 ирда. Без суда и следствия. Звучит как абсурд, но это, блядь, факт. Надо ли говорить, как эти деньги потом тратили? Я думаю, что тут как бы и так все понятно. Но мы к этому вернемся, не переживайте. В данный момент нам интересны юристы, которые все это дело провернули. Самые известные ребята из этой коллегии юристов, вот эти двое. Эд Фаган и Берт Нойбран. Сначала давайте на примере Берта Нойбрана разберемся, ну нафига вообще юристам лезть в такие дела. Естественно, когда ты участвуешь в таком громком деле и выигрываешь его, ты получаешь очень классный пиар. Это понятно. А также ты получаешь хорошую оплату. После закрытия дела по швейцарским банкам, Берт подал счет на свои услуги на 4 миллиона 100 тысяч долларов за свою работу. Он посчитал, что за 7 лет, сколько они готовили это дело, он потратил 8 тысяч рабочих часов. И вот за эти 8 тысяч рабочих часов надо бы заплатить чуть больше 4 миллионов долларов. Если достать калькулятор и просто посчитать, то можно догадаться, что 8 тысяч рабочих часов это тысяча рабочих дней по 8 часов. То есть человек за 7 лет отработал одну тысячу рабочих дней и получил за это 4 миллиона долларов. Ну там типа 4-100. В 98-м году это 7,5 миллионов долларов на современные деньги. Это 7,5 тысяч долларов за один рабочий день в современных деньгах. Я не ошибся порядком. Не 750 долларов, а 7,5 тысяч в день. Примерно по полмиллиона рублей в день на протяжении 7 лет. За полмиллиона в день я бы тоже ебать как переживал за судьбы несчастных жертв швейцарских банков. Честное, блять, слово. Я бы все слезы выплакал, клянусь. И само собой у меня было бы самое праведное лицо на свете. Вот мы же тут боремся за праведное дело. Но куда интереснее Эд Фаган. Чувак понял, что тема стоящая. Ты собираешь любых жалобщиков под любые требования, подаешь в суд на любые компании по любому нахуй поводу, привлекаешь внимание общественности, обрушиваешь на компанию шторм из говна и возмущенных людей и они заплатят. Лишь бы отъебались. И чувак начал собирать коллективные иски в промышленном масштабе. В 2002 году он собирает коллективный иск от жертв рабства и подает на Лемон Бразерс, это здоровенный банк в США, который там, ну, типа, навернулся в 2008 году, вы, наверное, его слышали. А также он еще подает на табачные компании, на компании по строительству железных дорог, мол, вот они все обогатились за счет рабов в 17-м и 18-м веках. И надо бы потомкам заплатить компенсации. Я не прикалываюсь, они реально подавали в суды на то, что там какая-то компания использовала каких-то там, блять, рабов 200 лет назад. Потом он подавал в 2004 году на горнодобывающие компании за то, что они якобы там где-то мало платили каким-то неграм в начале 20-го века. И вот теперь надо бы заплатить наследникам. В 2005 году он подавал иск на правительство Таиланда, что вот, ну, типа, случилось вот то самое цунами, которое там смыло половину страны. И вот как бы правительство что-то как-то никого не предупредили, что будет цунами, поэтому платите. Звучит как бред, но погодите. Моё любимое. Дело 2006 года. Против создателей фильма Борат. За то, что они в фильме оскорбляли румынов. Вы всё правильно услышали, да. Коллективный иск на фильм Борат за оскорбление румын. Я не шучу, я такую хуйню в жизни придумать не смогу. Но что можно, типа, откопать каких-то румынов, назначить их оскорбившимися и подать в суд, блять, на Бората. Но Эд Фаган был намного сообразительнее меня. И намного смелее, так как не каждый, блять, осмелится выбить всё дерьмо из этой важной курицы. Короче, чувак всю свою жизнь собирал какие-то дела и подавал в суд. И где-то его слали нахер, где-то он умудрялся выигрывать, но это не важно. Угадайте, из-за чего рухнула его карьера? Из-за того, что жертвы, которых он представлял в судах, не получали никаких выплат. И сами на него наподавали в суд. Чел просто отжимал деньги у компаний. И если сам и кому-то платил, то очень мало и не всегда. А все остальные деньги он тупо присваивал себе, якобы там, в оплату своих услуг. Схема надёжная, как швейцарские часы. И в случае с Фаганом это предложение вдвойне смешнее, так как старт его карьеры начался с швейцарских банков. А? А? Да. Биг-брейн шутки! Не забейте. Мы с вами немножко отвлеклись от сути. Про юристов, которые судятся с Баратом, я, конечно, могу рассказывать часами, но нам надо возвращаться к немецкой промышленности. Дело с швейцарскими банками стало отправной точкой в огромном цунами из говна, которые обрушились на большие немецкие компании. Вроде бы звучит не совсем логично, ну, типа, Швейцария же и Германия-то как бы разные страны, но швейцарские банки судили из-за того, что где-то рядом там пробегали нацисты со своим холокостом, и раз уж взялись за нацистов, то давайте с ними и разберёмся. А это значит, что сейчас все немецкие компании упадают под раздачу. Ведь помимо придурков по типу Эда Фаггана были, ну, серьёзные ребята, которые раскурили фишку. И понеслась. Как правило, все большие дела лоббировались с еврейским конгрессом и США. Ровно по такой же схеме, как и со швейцарскими банками. Подавали в суд на Мерседес, на Фольксваген, на Альянс, на немецкий банк, вообще на всех. Задача была всегда одна. Нужно очернить компанию, раздуть скандал и заставить их платить фонды, которые помогали жертвам войны. Притом, естественно, фонды находились либо в США, либо в Израиле. Что, ну, по сути, одно и то же. Суммы каждого иска были в миллиардах долларов. И фактически из страны таким образом пытались выкачать живые деньги. А мы уже там сами разберёмся, что с ними делать, вы не переживайте. Размах судов был такого размера, что пришлось подключаться к правительству Германии. И, ну, как-то, блядь, защищаться. Собирали советы политиков и промышленников, чтобы придумать, ну, типа, как поступить, что делать вообще, и вот до чего додумались. Да, Германия признаёт, что виновата. Да, мы когда-то там давно натворили хуйни и готовы взять на себя ответственность. Но мы сами у себя, внутри страны, сделаем здоровенный фонд, куда скинутся все большие компании, и мы сами будем платить жертвам напрямую, чтобы быть уверенными в том, что деньги тупо не спиздят по пути. В 2000 году был создан фонд «Память, ответственность и будущее». Такой, типа, некий общак немецкой промышленности, куда большие компании в общей сложности засунули 10 миллиардов немецких марок. Это примерно 5 миллиардов евро. Туда скидывались все большие компании, которые так или иначе были уличены в том, что когда-то там, почти 60 лет назад, они работали с нацистами. Ну, то есть, ну, все большие компании туда скидывались. А также все компании начали заказывать исторические исследования своего прошлого у профессиональных историков, чтобы у компании были точные документы, где, как и что они делали во времена нацизма. Звучит малеха странно, мол, нафига компании заказывать историческое исследование, чтобы потом публично ходить и всем показывать, что конкретно они делали в период Третьего Рейха. Но все эти исследования были нужны как механизм защиты, чтобы ты такой, вот мы натворили хуйню, вот такую, вот за нее, вот за эту хуйню мы вот это заплатили, все, отстаньте от нас, дайте нам спокойно работать. Иначе, если бы у компании не было таких документов, то их можно было бы притягивать за нацизм целую вечность. Ты выдумываешь любую хуйню из больной головы, идешь в суд, а компании потом нужно каким-то образом от этого всего отмазываться. Или платить. И для того, чтобы не оплачивать одно и то же по кругу до бесконечности, компании нужны были какие-то исторические бумажки, в которых будет четко написано, что они делали, а чего они не делали, чтобы можно было защищаться в суде. Вам может показаться, что я как-то несправедливо нападаю на фонды, которые созданы вроде бы как с благой целью, ну да, помогать пострадавшим. И если бы все фонды делали бы именно это, то к ним бы не было никаких вопросов. Даже несмотря на то, что это все происходит спустя 55 лет после окончания войны. Но существует две увлекательные вещи. Есть книга «Индустрия Холокоста», а также документальный фильм «Pain for Justice», ну типа выплаты во имя справедливости. Фильма на русском не существует, его довольно сложно найти в сети, но там показывают истории евреев, которые не могут получить денег ни от одного фонда. На момент десятых годов в Израиле существовало примерно 80 тысяч человек, которые являются жертвами Холокоста и живут за чертой бедности. А все потому, что они не могут собрать необходимые бумажки о том, что они пострадали от Холокоста. Поэтому хер вам, а не деньги. То есть фонды действуют ровно точно так же, как когда-то швейцарские банки. Только то банк, блять, злой и ужасный, а это фон во имя всего святого. Но денег все равно никому не дадим, ибо самим нужнее. И фильм подробно про это рассказывает, что получить выплату, которая вроде бы как, ну, полагается по всем законам, иногда просто невозможно. Притом ситуация настолько абсурдная, что из Израиля существует поток эмиграции обратно в Германию, так как в самой Германии для жертв Холокоста созданы человеческие условия. Там и медицина бесплатная, и жилье государство предоставит, и пособия выплатит. А в Израиле еще поди докажи, что тебе полагается выплата. И даже если докажешь, то жилья, медицины тебе все равно никто не даст, только денег малек подкинут. Но это все фигня, ведь мы денег отжали. Отжали. Злонаказано. Наказано. А выплаты мы пока у себя поддержим, так сохранней получится. А книжка «Индустрия Холокоста» рассказывает, ну, примерно такую же историю, что вся вот эта глиберда с пострадавшими, это просто политическая возня и война за бабки. И само собой о людях там никто не думает. Все просто с очень праведным ебалом отжимают бабос, зарабатывают деньги для юристов, политические очки для политиков, отжимают себе влияние. И все на этом. И книжка, кстати, существует на русском. Можете ознакомиться на досуге. Но возвращаясь к компаниям, в тот момент, когда я нашел, что практически все немецкие компании начали заказывать исторические исследования, я такой, стоп, история семей Квандов, это же тоже историческое исследование. Мы с вами с самого начала говорили, что историю семьи Квант написал Йохим Шольдзутек. После всего того скандала с фильмом, он зарылся там на три года в архивы и написал здоровый труд. Помните это в начале? И я такой, погоди, а кто это оплатил? И это было очень легко найти. Так как и сам историк, и семья Квант изначально говорили, что заказчики исследования, это Кванды. И они такие, да, мы заказали исследование, но мы будем делать все по уму. Мы не будем лезть в работу. И вообще не будем давить на историка, пусть пишет все, что хочет. Вот наши семейные архивы, вот тебе зарплата, разбирайся. И справедливости ради, Шольдзутек никак Квандов не отмазал. Он такой, да, вот Гюнтер, вот он тут работал, вот там работал, вот такое делал, вот такое вот не делал. Там, где всплывали какие-то дополнительные факты, которые раньше не были известны, он их показывал. При этом, вне зависимости от того, хорошие они были или плохие. Но очевидно, что это исследование, это такой же механизм защиты, как и у всех остальных немецких компаний. Проблема была только в том, что все вот эти примеры с большим количеством наездов на немецкие компании не складываются с молчанием Квандов. Потому что это точно что-то другое. Во-первых, на семью уже вылили чан говна, и фарш ты обратно не провернешь. Даже если докажешь, что Гюнтер Кванд это самый святоший из всех святых. Просто потому, что нудное историческое исследование мало кто полезет читать. Ну, по сравнению с толпищей людей, кто посмотрит фильм с пивасиком и чипсами. Во-вторых, и самое главное, судебного дела не было. Никто не подавал на Квандов в суды ради компенсаций. Если немецкие компании защищались от того, чтобы никто на них повторно не подал в суд с компенсациями, то на Квандов, или отдельно на БМВ, или там, блядь, даже на Варту никто в суд не подавал. Атака состояла только из публичной порки наследников семьи. И все. Притом забавная ирония заключается в том, что весь фильм крутится вокруг Карла Сорозена, это который вот, ну, прошел концлагерь в армии, и он такой, вот, я обратился за компенсацией, меня послали, вот несправедливость. И после выхода фильма семья официально пыталась связаться с Карлом, ну, назначить встречу, оплатить ему лечение, ну, типа, хоть что-нибудь сделать, но он на контакт не пошел. Он сказал, что плохо себя чувствует, и что вот эти вот все компенсации, это все уже ему не нужно, нафиг надо. Хотя в фильме он только про них и говорит. Можно, конечно, логично предположить, что дедуле уже все давным-давно оплачено, просто немного другими людьми, но, бля, палиться-то нельзя. Поэтому, ой, мне так плохо, так плохо, оставьте меня в покое. Охотно верю святому дедуле, да. Поэтому весь этот замут с фильмом, это какая-то другая игра. Если бы вопрос заключался в компенсациях, или в какой-нибудь выплате каким-нибудь пострадавшим, то их потребовали как минимум, или подали бы в суд, или я там думаю, блядь, не знаю, заставили бы семью на свои деньги организовать какой-нибудь фонд с названием «Во имя всего хорошего против всего плохого». Но ничего этого не произошло. И мы с вами снова где? В тупике, верняк. Но все-таки мы пришли в него не зря. Вся эта ветка с судебными разбирательствами над немецким бизнесом натолкнула меня на новую мысль. Точнее, на новый вопрос. Почему свои бьют по своим? Ведь фильм показан по первому каналу Германии. Его не показали в Америке, его не показали в Израиле, его показали в Германии. Свои же люди показали его своим же людям. Почему? Когда судебные дела на все немецкие компании полетели как из пулемета, правительство тут же встало на защиту. Все сразу такие «Опа, опа, опа, а что за базар? Ну-ка, кышь свои руки от нашего бизнеса, давайте мы сейчас все тут порешаем, давайте как-то подешевле, давайте как-то побыстрее». И это абсолютно верная позиция, когда правительство защищает свои большие компании. И защищает свои рабочие места, свою экономику страны. Суперправильная позиция. Если кто-то приходит и разевает пасть на твой бизнес, надо молниеносно носовать обидчику хуев в тачанку, под зад и обложить трехэтажным матом. А потом пойти к своим компаниям и всех их по головке погладить, лишь бы дальше росли и развивались. Очень правильная позиция. И в начале нулевых правительство так и делало. А тут у нас, блядь, федеральный канал. Первый канал страны. Выпускает документалку про нацистское прошлое своих же промышленников. И это ебать как странно. Вы представляете, чтобы первый канал облил говном с ног до головы Газпром? Или Сбербанк, например, или Яндекс, ну или просто все федеральные каналы с утра до вечера и поливали дерьмом российский бизнес и их владельцев. Вы представляете себе такое? Я нет. И не потому, что цензура и они просто скрывают всю правду. Это просто нахуй никому не нужно. В этом нет ни логики, ни выгоды. Ты просто оскорбляешь людей на ровном месте, наживаешь себе врагов и все. Никакой выгоды ты от этого не получишь. Но все-таки в появлении фильма логика есть. Логика всегда есть. Она должна быть. Ничего просто так не бывает. И если я ее не вижу, это моя проблема. А также маленькая победа того, кто все это дело провернул. Поэтому, чтобы ответить на вопрос «Почему свои атакуют своих?» давайте еще раз посмотрим на фильм. Точнее, не на сам фильм, а на конкретные 20 секунд фильма. На его титры. Титры в фильме идут 20 секунд. И обычно это то место, куда никто не смотрит. Ведь какая разница, кто принимал участие. Тем более, ну блин, хер пойми, и что там за люди вообще. Но если мы исходим из предположения, что фильм это манипуляция, значит, кто-то ее придумал. Тем более, есть старая ТВ-шная фраза «Что у кого в руках монтаж?» У того и правда. Для примера, чтобы вам было понятнее, давайте скажем вот такую вот фразу. «Я провел всестороннее изучение вопроса, и я абсолютно точно убежден, что Василий настоящий молодец». Вроде бы, понятная фраза, но вот как она выглядела на съемке. «Я провел всестороннее изучение вопроса, и я абсолютно точно убежден, что Василий гнойный шакал, а вот Петя настоящий молодец». Соответственно, для публики гнойность Василия будет зависеть только от того, что думает режиссер монтажа по поводу Василия. Если режиссер думает, что Вася молодец, то пара нажатий кнопок и будет молодцом. А если режиссер согласен с тем, что Вася тот еще гнойный шакал, то, конечно же, он покажет всему миру правду относительно Василия. Короче, если монтаж какого-либо материала у тебя в руках, то ты можешь как угодно крутить смыслы в зависимости от того, какие ты цели преследуешь. И чисто от того, что я провел в монтажке уже много лет, у меня уже рефлекс собаки Павлова на кривые склейки, на косые переходы, на обрезанные фразы и всякое такое. Я не могу спокойно сидеть и смотреть фильмы в кинотеатрах, потому что я вечно сижу и думаю, а как вы это сняли? А что это там за свет у вас? О, монтажер проебался. О, озвучка Мимогуб поехала и так далее. У меня уже заблокирована опция смотреть на фильм глазами обывателя, просто потому, что вся моя жизнь это... вот это. Если смотреть молчание квандов моими глазами, то это просто, блядь, истерика, так как кривых склеек, обрезанных фраз, логических дыр там целый вагон. Сильнее всего это заметно на репликах бывшего руководителя BMW. Он прям начинает что-то говорить и его на середине фраз. Поэтому давайте посмотрим на ключевых людей из титров. Режиссер Эрик Флидлер Сценарий Тот же самый Эрик Флидлер плюс Барбара Зибер Руководитель проекта Томас Шрайбер Консультант Рюдигер Юнгблат Начнем с консультанта. Рюдигер Юнгблат это один из историков, который сидит прям в кадре. Он в фильме такой, в смешных очечках. Несмотря на то, что он вроде бы как консультант по историческим вопросам, его реплики довольно странные. Во-первых, они все порезаны. Во-вторых, они все с очень размытыми формулировками, типа «Они ничего не говорят об этом», «Они ничего не делают с этим», «Им становится неудобно», «Тут вопрос ответственности», бла-бла-бла. Он весь фильм вроде бы что-то говорит, но какой-то законченной мысли из него вытащить не получается. Точнее, мысли-то он точно формировал нормально. Просто их так показали через жопу. За пять лет до молчания квандов в 2002 году Рюдигер Юнгблат выпускает книгу «Дик Ванс». С немецкого это просто кванды. Он там подробно разобрал всю историю семьи. И судя по тому, что в фильме есть фраза, что их расследование началось еще в начале 2000-х, скорее всего, авторы опирались на ту инфу, которую накопал Рюдигер. И логично, что если авторы берут его труды за основу, вот тебе, пожалуйста, место консультанта в титрах. Замечу, что другие историки, которые тоже сидят в кадре, в титрах не указаны. Книжка кванды не то чтобы очень зубастая, она просто рассказывает факты про семью. Там есть факты все про работу там с режимом нацистов, но нет никаких обвинений в том, что кванды должны понести какую-то ответственность, наказание, все такое. И это немного не бьется с тем, что говорят в молчании квандов. Отметим этот момент и пойдем дальше. Режиссер фильма Эрик Фридлер. Довольно интересный персонаж. Он довольно широко известен в узких кругах немецких документалистов. И на немецком телевидении он там работает с 95-го года. И он выпускал довольно много документалок, такие, знаете, немного в стиле РЕН-ТВ. Буквально перед квандами он выпустил документалку про Кремль, перед ней он выпустил документалку про мусульман, а также делал там работы про США в Афгане и проголодающих детей в каких-нибудь зажопьях. Ну, короче, всякое такое. Стилистика всех работ примерно «У-У-У-УГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАГОВОР!» Но они все не привлекали много внимания. Кванды это вот прям вот самая обсуждаемая работа Эрика. Честно говоря, когда я полез в титры, я туда шел с таким небольшим страхом, что «Бля, а чего я буду делать, если я там найду еврейский след?» Ну, типа, есть вот этот вот весь разгон, что дела против немецкой промышленности лоббирует еврейский конгресс, чтобы отжать денег, и если я прям найду этот след, то я сам буду звучать, как что-то из РНТВ. Мол, ууу, глобальный заговор, показать все, что скрыто, во всем виноваты евреи. Самая ржака в том, что до немецкого телевидения Эрик работал волонтером в США в еврейской газете Aufbau. Издание существовало до 2004 года и было создано евреями в изгнании. И они в том числе там постоянно поливали Германию, на чем свет стоит. Я не шучу, это, блин, написано в немецкой Википедии на странице Эрика в первых же, блин, строчке биографии. И я сижу такой, нууу, в целом все нормально. Ща я еще какой-нибудь хвост масонов найду и вообще железобетонный сценарий напишем. Пруфи будет. О! Но давайте вернемся в адекватность. Тот факт, что Эрик работал в еврейском издании, это вообще не аргумент ни для чего. Вполне возможно, что этого человека выбрали на роль режиссера просто потому, что он хорошо разбирался в еврейско-немецком конфликте. И он просто лучше всех бы справился с задачей в угоду заказчикам. В угоду еврейским рептилоидам! Все, покекали и хватит. Возвращаемся к людям. Сценарий. Это тот же самый Эрик и Барбара Зибер. Если вбить в гугл Барбара Зибер, то мы прочитаем, что это визажист Брюса Уиллиса в Крепком Орешке. И ты такой... Что? Какой нахер визажист Крепкого Орешка? Бывший журналист еврейской газетенки и визажист Крепкого Блядь Орешка написали сценарий про немецких промышленников-нацистов. Я ведь, блядь, даже не употреблял ничего. Но покопавшись более детально, можно понять, что это просто тезка. Да, это тоже Барбара Зибер, да, но это другой человек. Слава богу, что это, блядь, тезка. А то я уже реально подумал, что это все, ну как бы, добро пожаловать в РЕН-ТВ до конца жизни. Наша же Барбара Зибер с 95-го года работала журналистом на немецком телевидении вместе с Эриком. Мы нашли ее твиттер и линкедын, и если верить тому, что там написано, то она сначала работала на ТВ, потом была в каком-то активистском движении за сохранность природы, а сейчас она трудится офицером Евросоюза по делам евангелистка лютеранской церкви. Занимается бюджетами, которые выделяются церквям. Ну, одним словом, отвечает за святое бабло. Нам от этой информации ни горячо, ни холодно, так как про этого человека вообще никакой нормальной инфы тупо нет. И какая у нее была мотивация участвовать в этом проекте неизвестно. Про ее журналистскую деятельность очень мало информации, а про фильм вообще молчок. Что довольно странно, так как, ну, про сценариста нашумевшие документалки могли бы хоть пару строчек где-нибудь написать, но так-то бог бы с ним. Уж с Барбарой-то господь бог, там точно на мази. Руководитель проекта Томас Шрайбер, известный немецкий журналист, а также с 2007 года является программным директором РД. РД это, собственно, ну, первый канал Германии. Точнее, это не просто первый канал, а прям огроменная группа медийных компаний Германии. Там и несколько телеканалов, куча радиостанций, газет и всякого такого. И телеканал Das Erst, по которому показывали молчание квандов, входит в группу РД. А программный директор, это тот человек, который отвечает за то, что идет в эфир, а что не идет. И я такой, стоп. Человек получил должность в 2007 году. И молчание квандов появилось в 2007 году. Какие точные даты? Когда точно получена должность? И когда точно вышел фильм? Томас получил должность в мае, а фильм вышел в сентябре. Ты это протащил в эфир, Томас. А потом еще и получил несколько премий от немецкого телевидения за этот фильм. Притом забавно, что все журналистские премии в Германии вручает сам РД. Ну, типа сама группа телеканалов. Ты сам протаскиваешь это в эфир, потом тебя сами же все награждают и все радуются. Очень удобно. Но зачем, Томас? Зачем тебе это протаскивать в эфир? Ради чьей выгоды? Конструкция ведь очень логичная. Ты условно, ну, получаешь задание, находишь историков, у которых есть подходящий материал, находишь режиссера, который разбирается в вопросе и может там все выкрутить в нужном свете. Потом ты это дело протаскиваешь в эфир, так как у тебя есть должность, или тебе пообещали эту должность за это задание. И все работает. Только ради чего? В чем прикол у нескольких журналистов и нескольких историков нападать на концерн? Притом очевидно, что у них было покровительство, так как просто так по федеральному каналу никто тебе не даст показывать что угодно, даже если ты сидишь на должности программного директора. Фильм точно с кем-то согласован изнутри. И опять же, БМВ это большой налогоплательщик, а Кванды богатая и влиятельная семья. Нападать на них опасно. И выгода от фильма должна быть сильно больше, чем просто пиар-удар по компании. И в этот момент я сижу в мурашках, так как я понимаю, что я где-то рядом. Как будто бы у нас есть все необходимое и не хватает всего лишь какой-то одной детальки пазла. Брось какой-то один факт, какую-то одну ситуацию или измени одно данное и все должно заиграть. Я это чувствую. И до этого момента я еще никогда в жизни не встречал такого точного применения одной фрази, которую мы все с вами слышали с детства. Я только начну ее говорить, и вы сразу все поймете. Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи на самое видное место. Кто еще сидит в кадре? Кого из этих людей не обрезают? Кому дают четко формулировать мысли? У кого не вырезают слова из контекста? Кто прямо обвиняет Квандов в том, что они сколотили свое состояние на рабах? Я в очередной раз бросаюсь пересматривать этот блеский фильм, от которого у меня уже жгло в глазах, и нахожу одного единственного человека, кто прямо обвиняет Квандов и говорит следующие слова. Семья Квандов, их богатство, их общественное влияние, происхождение всего, что они имеют сегодня, они хотели бы всех запутать и все забыть. Но короче, семья Квандов сделала свое состояние с помощью принудительного труда заключенных концлагерей во времена Второй мировой войны. Это является основой их состояния и основой их нынешнего благополучия и общественного влияния их корпораций, таких как БМВ. Эта фраза, как мы с вами уже знаем, лжива по своему определению, и говорит ее вот этот человек, профессор Герберт Шуя, который в фильме подписан как экономист, что тоже является ложью, потому что Герберт Шуя политик от социал-демократической партии Германии. Да, у человека есть экономическое образование, но в первую очередь он блядский политик. В Германии существуют две основные партии, которые постоянно борются за власть. Первая – социал-демократическая партия Германии и вторая – христианско-демократический союз Германии. Чтобы вы не запутались в сложных названиях, дальше я буду использовать сокращение. Социал-демократы – это СПД, а христианско-демократический союз – это ЦДУ. И также мы вам будем постоянно дублировать логотипы на немецком и с теми же самыми обозначениями – СПД и ЦДУ. Чтобы было проще запомнить, СПД – это левая партия, которую мы будем условно называть демократами. Они там за все святое, праведное, за равенство во всем мире – вот эти вот ребята. У них в современной структуре партии есть отдельное крыло ЛГБТК+. Вот эти вот ребята, да. А ЦДУ – это их ровная противоположность. Они – правые консерваторы, которые такие – уууу, блять, идите на хер, ничего не трогайте и ничего не меняйте. Мы за традицией и за нормальное устройство общества. Вот оно как есть, так и есть – ничего не трогайте! И вот этих ребят мы будем называть консерваторами. Понятно, что в реальной жизни там все сложнее и партий сильно большие, и власть в Германии устроена не самым простым способом. Но нам туда лезть не нужно. Нам важно запомнить, что есть условные демократы и условные консерваторы, которые постоянно между собой грызутся за власть. Для того, чтобы понять суть, нам такой модели будет достаточно. Герберт Квант, это человек, который вытащил BMW из финансовой пропасти и вырастил компанию в огромный концерн, он всю жизнь топил за консерваторов. Вообще, большие промышленники практически всегда топят за консерваторов, так как они хорошо понимают, как устроен этот мир. Стоит тебе поруководить коллективом в 50 человек хотя бы полгода-год, и ты на эту жизнь будешь смотреть совершенно другими глазами. И у тебя уже будут совершенно четкие убеждения, что не все люди одинаковы, не всех надо допускать до решений, нельзя большие системы подстраивать под любое меньшинство, так как ты сделаешь хорошо маленькой группе, а все остальные будут страдать. В этом смысл консерватизма. Мол, вот есть некое устройство мира, оно работает, и все, руки прочь. Так вот, Герберт Квант всю дорогу топил за консерваторов и очень близко дружил вот с этим человеком, Йозефом Штраусом. И этот паренек, в свою очередь, был главой консерваторов Германии. Они и в обычной жизни были близкими друзьями и по рабочим вопросам смотрели в одну сторону. Поэтому, когда у Йозефа появилась возможность побороться за должность премьер-министра Баварии, а потом уже и побороться там за место канцлера Германии, Герберт Квант с радостью спонсировал продвижение своего человека. Канцлером у него стать, конечно же, не получилось, а вот премьер-министром Баварии очень даже. Что довольно удобно, когда твоя компания — это баварский BMW, а твой друг — это премьер-министр Баварии. И помимо того, что Герберт Квант и премьер-министр Баварии были корешами, Квант еще и постоянно подкармливал партию консерваторов очень приличными донатами. Если у нас кто-то увидит, что большой бизнес напрямую платит бабос на счета партии для того, чтобы партия защищала бизнес, то поднялся бы вой до небес. Мол, коррупция, власть продажная, бла-бла-бла, а в Германии это, ну, вообще нормальная история. Точно такой же лобизм, как и в США, Великобритании и в прочих странах. И там, наоборот, все гордятся, мол, вот мы вот платим бабки партии, они выполняют наши пожелания, и, соответственно, кто молодцы? Мы молодцы, мы договорились, скрепили наш союз с деньгами, и все теперь пойдет в пользу нашему бизнесу. И акционеры такие... Христианско-демократический союз, они же наши консерваторы, взяли власть в стране в 82-м и находились у руля до 98-го года. И всю дорогу семья Квант активно их поддерживала. Они перечисляли деньги на счета партии, участвовали в предупрежденных компаниях и поддерживали их не только собственными деньгами, а также деньгами компаний. И БМВ перечислял бабки консерваторам, и всевозможные фонды Квандов подкидывали им бабло, и в том числе, благодаря поддержке семьи, консерваторы смогли взять власть в стране в 82-м году. Но в 82-м, помимо того, что консерваторы взяли власть в стране, в семье произошло другое важное событие. Умер Герберт Квант. Он умер не внезапно. Ему к тому моменту уже был там 71 год, и, естественно, он заранее позаботился о том, чтобы передать свои компании детям. Всего у него было 6 детей, но не все они хотели заниматься бизнесом, поэтому основные активы достались Штефану Кванду и Сюзанне Квант. Она же Сюзанна Клаттен после того, как взяла фамилию мужа. Собственно, они до сих пор управляют всеми бизнесами семьи Квант. И так как они всему учились у отца, они и продолжали управлять предприятиями, ровно так же, как и их учили. Платили пожертвования, помогали агитировать рабочих на заводах и все такое. И так продолжалось все 16 лет с 82-го по 98-й, пока консерваторы были у власти. Но в 98-м к власти приходят демократы. И главными в стране становятся СПД, которых мы называем демократами. А партия ЦДУ, она же наши консерваторы, уходит в оппозицию. И победители, само собой, начинают выкручивать правила игры под себя. Внутри СПД существует группа еврейских социал-демократов. И в целом, вся вот эта вот билиберда с выплатами, с признанием ответственности за прошлое, вот это бла-бла-бла, это риторика партии СПД. Понятно, что вся партия на этом не строится, у них есть много задач, там, смыслов, всякого такого. Но догадайтесь, кто придумал идею с фондом, куда скидывалась баблом вся промышленность Германии? И кто управлял этим фондом? Ага, партия СПД. Она же партия демократов, которая управляла страной в тот момент. BMW и все предприятия квандов, само собой, скидывались в общий котел, так как, бля, куда деваться? Если у тебя такая линия партии, а ты большой бизнес, то деваться некуда, нужно играть вместе со всеми. Но, само собой, кванды всеми способами продолжали поддерживать своих ребят из партии консерваторов. И, несмотря на то, что у власти находились демократы, кванды продолжали кормить деньгами ЦДУ, партию консерваторов. Все нулевые. Каждый год. Что BMW, что другие компании и семьи, что лично сами Штефан и Сюзанна Кван, все закидывали деньги ЦДУ и совокупно это миллионы евро. И вот случается 2005 год. Новые выборы в Бундестаг, снова нужно делить власть. И по итогам выборов все получилось очень близко. Большинство мест в правительстве получают консерваторы. Но совокупно они все равно остались в меньшинстве, так как демократы объединились с кучкой других левых партий, типа там с зелеными и с парочкой других. И совокупная команда демократов теперь была больше консерваторов, так как в одну команду объединилось несколько партий. И, несмотря на то, что консервы были самой большой партией среди всех, у демократов было сильно больше мест в Бундестаге, так как левые партии объединились вместе. Но хоть у демократов и осталось право решающего голоса, у них там большинство в Бундестаге и всякое такое, все равно противостояние уже было на тоненького. И тут всем стало очевидно, что с квандами нужно что-то делать, так как на их деньги консерваторы ЦДУ реально отжимают власть. И пора бы им объяснить, кто тут главный. Федеральное телевидение в Германии считается независимым. Ха-ха три раза. Так как если посмотреть на источники финансирования, то везде будет скромненько написано, что СМИ содержатся на деньги налогоплательщиков. Соответственно, кто в власти в большинстве, тот и заказывает музыку, потому что бабки на СМИ выделяет правительство. Пиздану учет мимо линии партии, бюджета не получишь. Пиздишь, все правильно по методичке. Вот ваш годовой бюджет, пилить пожалуйста. Крайне рекомендую всем особо озабоченным либералам, которые рассказывают там про свободные СМИ и всякое такое, изучить финансовые отчеты этих компаний. А потом уже пытаться говорить что-то там про свободу любого большого медиа. Герберт Шуи, тот самый политик, который сидит в кадре молчания квандов, вот этот человек на тот момент член Бундестага от демократического крыла, которое было в большинстве. Поэтому ты, бля, попробуй не выпустить фильм, где хедлайнер это член Бундестага. Типа, ты сразу же по голове получишь. Ты же полностью независимая СМИ на деньгах налогоплательщиков, поэтому публикуй и не выебывайся. К тому же подписать Герберта Шуи экономистом, это то же самое, что вот если бы вы, не знаю, в кадр какой-нибудь документалки, посадили бы Дмитрия Анатольевича Медведева и подписали бы его юристом. Номинально же Дмитрий Анатольевич юрист? Юрист. Вот и Шуи у нас экономист. И под звук оркестра с фанфарами и призами журналистских премий выходит великолепный фильм «Молчание Квандов с Гербертом Шуи». В незаметной. Но главной роли. Фильм, который изобличает промышленников, которые когда-то посмели работать с режимом. И одновременно с этим этот фильм создан только лишь потому, что Кванды как-то, блядь, не совсем сговорчиво работают с текущим режимом. И платят денюжки нашей оппозиции. За что и поплатились. Потому что вы не понимаете. Тот режим, кровавый и жестокий, это одно. А наш текущий режим, это совсем другое. И остается всего один вопрос. А че добились ребята этим фильмом? Ну по большому счету, типа, ну обосрали и обосрали, хер бы с ним. Вышел ты пару раз к микрофону, извинился за свое поведение и все на этом. Но раз мы понимаем, что ключ в деньгах, давайте на них и посмотрим. И посмотрим на спонсоров партии СПД. Той самой демократической партии левых, которая за все праведное и справедливое в этом мире. Только посмотрим на список спонсоров после публикации молчания. И о чудо! Что же мы тут видим? Второй спонсор по объему денег это БМВ. Который никогда за всю свою историю не заплатил ни одного евро СПД. Теперь он у них чуть ли не главный спонсор. А на первом месте у нас то... О, привет, Мерседес! Интересно, почему же не появилось молчание Мерседеса? И почему же не появилось молчание Альянса, третьего спонсора партии? Или Порше, четвертого спонсора партии? Вот это меня и мучило. Что изменилось после фильма? Какой результат он дал? Почему он существует? А вот и результат. И ответ, как всегда, в бабках влияния. Можно воскликнуть, какое лицемерие! Нет, это политика. Всегда такой была, есть и будет. И в очередной раз я повторю свою любимую фразу. Что этот мир держится на власти, сферах влияния, рычагах давления и деньгах. Что все вместе и составляет политику. Отдельное удовольствие это наблюдать за Рюдигером Юнгбладом. Помните историка, который в фильме обозначен консультантом? И вот который написал книгу Кванды. Он реальный историк. И судя по всему, он вообще не подозревал, куда он, бля, полез и чем это все обернется. Сквозь его фразы видно, что он там пытается говорить какие-то, ну, здравые мысли. Но его так порезали, что вот его реплик ни о какой здравой позиции не осталось. И судя по всему, как только вышел фильм, Рюдигер просто охуел от того, как его кинули через хер. Прикрываясь его именем, его книгой, его экспертностью, авторы все переврали, перекрутили в свою сторону. А он в этом фарсе, блядь, главное экспертное лицо, которое наезжает на Штефана Кванды и Сюзанну Клаттен, которые являются внуками Гюнтера Кванды и управляют всей промышленной империей. Поэтому, бедолага Рюдигер в 2015 году выпускает еще одну книгу. Она есть на русском языке, и вы с большим удовольствием можете ее прочитать. Называется «Автомобильная династия». А большое удовольствие вам доставит то, что вот вы, ну, знаете весь этот разгон про фильм и все такое, и потом ты открываешь книгу, и первая же строчка, первое, что ты видишь, смотря на Сюзанну Клаттен, ее светлые глаза. Бедняга Рюдигер, который сидит, блядь, в кадре молчания Квандов, который там является главным экспертом, будет всю эту книгу вылизывать внуков Гюнтера Кванды с ног до головы. И вот еще пара цитат, у меня много их тут. В личной беседе Штефан Кванд очень обходительный, вежлив, предусмотрительный и довольно легко идет на контакт. Благодаря острому уму, развитой интуиции и жесткой самодисциплине Штефан Кванд вот уже 20 лет успешно управляет огромной империей. Притом, естественно, Рюдигер Юнгблад будет рассказывать в этой книге про фильм, который, ну вот, с нихуя упал на голову наследником концерна. Но он не напишет ни единого слова о том, что он там сидит, блядь, в кадре. В этом же самом фильме. А уже после того, как я написал этот сценарий, я перечитывал эту книжку чисто ради своего злобного удовольствия, чтобы посмотреть, как в своем собственном же тексте Рюдигер типа вертится как уж на сковородке, пытаясь обойти все темы с фильмом, и чтобы как можно сильнее подлезать к Вандам. И я увидел строчку, которую я не заметил при первых двух прочтениях. Через 70 лет телеканал NDR, это так Даст Эрст называется, у них там копирует, без разницы, представил богатство семьи Кванд следствием деятельности Гюнтера Кванда во времена нацистов. Ключевые показания дал бывший депутат Бундестага от партии левых Герберт Шуи. Шуи, высказывая свое громкое обвинение, упустил, однако, одну деталь. Гюнтер Кванд являлся ведущим немецким промышленником еще во времена Веймарской республики. Это, ну там, типа район Первый мировой. Таким образом, не подлежит сомнению тот факт, что предприниматель принадлежал к немецкой экономической элите еще до прихода нацистов к власти. Тот концерн, который мы знаем, как БМВ сегодня, является результатом нескольких десятилетий упорного труда. Не все утверждения в фильме корректны, но этого уже не изменить. Чистый кайф. Само собой, пока я сам не докопался до Шуи, и до того, что вот все молчание Квандов — это тупой политический замес за бабки, я и не мог заметить это одно единственное упоминание главного заказчика банкета — Герберта Шуи. И, видимо, все было настолько хорошо сыграно, что даже сам Рюдигер Юнгблат не выкупил, в какое дерьмо он вписался. Хотите вы этого или нет, но все вещи, которые в какой-то конкретный момент времени назначаются добром или злом, назначаются с какой-то выгодой. В тот момент, когда на кого-то вешается какой-то ярлык, за этим ярлыком следует соответствующее предвзятое отношение. И всем этим можно управлять, если ты достаточно сообразительный. И извлекать из этого выгоду, которая измеряется принятыми решениями, заключенными договорами и баблом. Старым, добрым, незыблемым баблом. Плохой ли Вернер фон Браун, с которого мы начали это повествование? Или все-таки хороший? Ответ — никакой. В тот момент, когда он был выгоден нацистскому режиму и строил для них вооружение, был хорошим. Ну, для нацистов, разумеется. Для союзных войск, в которых летели его ракеты, ну, был плохим, так как в летящей, блять, в тебя ракете мало выгоды. Но как только появилась возможность извлечь пользу из Вернера фон Брауна и запрячь его разрабатывать вооружение вместе с космической программой для США, тут же подняли, отряхнули, отмыли от грязи и снова назначили хорошим. Потому что стал выгоден. Плохой ли Рюдигер Юнгблад, которого развели как ребенка, что аж потом пришлось целой книгой отмазываться от участия в фильме? Да никакой. Просто так получилось, что историк оказался между двух огней, сам того не замечая. Хороший ли Гюнтер Квант или плохой? И снова ответ — никакой. Пока работал на нацистов, был для них хорошим, несмотря на то, что все друг друга терпеть не могли. Потому что был выгодным. Очень выгодным. И когда нужно было восстанавливать производство, восстанавливать экономику Германии и в целом вытаскивать страну из руин, тоже был назначен хорошим. Но когда спустя полвека его внуки стали невыгодны тем, что спонсировали оппозицию, и она смогла под шумок отжать часть власти, то тут же запихали всех в расстрельный список плохих, чтобы под этим флагом отжать себе обратно часть ресурсов. Плохой ли Герберт Шуя из-за того, что прикрываясь жертвами канцлагерей, он выкачивал бабосы большого бизнеса? Да хер знает, тоже никакой. Просто очень изобретательно делал свою работу. И довольно успешно, надо сказать. Находится ли до сих пор партия демократов у власти? Да, у них абсолютное большинство. Платит ли МБМВ деньги до сих пор? Да, конечно. А раз так, то можно снова немножко помолчать о тех скелетах, которые висят в шкафу у всех. И пока ты выгоден, пусть себе висят. А вот в тот момент, когда ты перестанешь быть выгодным, вот тогда-то то самое молчание и нарушится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok